Всем привет! Сегодня стрим посвящен обзору наших фоток. Просто мне не так давно пришла прикольная идея в голову показывать вам фотку и говорить, что в этот момент было за кадром, как вообще придумалась эта фотка или как проходил сам фотосет, потому что на самом деле есть очень много всяких забавных и cool stories про то, как создавался конкретный кадр. Частично у нас есть видеоотчеты по некоторым сетам, но мы их давно уже делали. Да никто их не смотрит! Чё ты? Блин, ну вы очень много теряете. И даже если вы смотрели эти видеоотчеты, есть всё равно какие-то истории, которые мы в них не рассказывали, не показывали, так что сегодня вы можете узнать что-то новенькое. Есть одна фотка, про которую я правда не говорила не сходу. И вас, пацанесса, спрашивающая, пацанесса, клёвое слово. Есть, короче, одна фотка, про которую я никому ничего не говорила, но ты сейчас стоишь с неё. Да нет, можно начать с чего-то. Мы будем, значит, с контача, да, открывать? Да, ну можно, кстати, с ДА, потому что там довольно удобная галерея. Потому что у нас в ВКонтакте очень много там левого накида. Но у нас на самом деле там как раз-таки больше, чем у ДА. Ну, может быть. У нас правда там с комментами всякими будет открываться. Ну, так, я, в общем, сворачиваю экран, сворачиваю нас, скажем так. Сейчас там будет психодел. Ой, а чё я свернула? Я не нас свернула. Не нас, не нас. Да, сейчас нас. Значит, мы будем, короче, маленькие, двойная реальность. В мульти-вселенной. Мы в мульти-вселенной. А, прикол в том, что мы сейчас себя не будем видеть. Да, ну ладно, чё делать. Так, подожди, куда я качусь? Куда я качусь? Главное не забыть и не начать там высокая вариация. А ты можешь, да? Блин, ну, конечно, сейчас будет не очень удобно. В общем, вот, тогда будем сканта-чат открывать. Вопросы, вопросы лучше сегодня задавать, наверное, в тему фотосетов. Как-нибудь на какие-нибудь личные, мы потом как-нибудь ответим. Ну, да, наверное. И либо в конце, я думаю, у нас ещё будет вся куча времени. Нет, не знаю. Быстро закончим засорки. Ну, я не знаю, на самом деле, если разбирать каждую фотку, это дофига можно долго. Давайте смотрим, как пойдёт. Да. Чё у нас? Ну, чё, с чего начнём? Чё у нас там самое? Давай сверху, может, сверху вниз пойдём. Типа с ближайшей? Ну, да. Ну, чё у нас там последняя была? Мэвис. У нас тут, знаешь, у нас тут, короче, в разгрос, поэтому надо смотреть вот здесь. О, а там у нас куча всего ещё. Ну, чё-то двоих вообще мало. Так, фотосет давно был последний. Давай чё-нибудь про Золушку. У тебя есть какая-нибудь история? Ну, давай, вот про это. Ну, я так, кратенько. Вот, кстати, за юбкой, за этой краской, выбавающейся сидит у нас Таня. Да, подожди, этот фотосет был в прошлом году, в 2017-м. Последний чё, глубокой ночью, в будни мы фоткались. Не-не-не, вот там на часах правильное время, на самом деле, 11. А, 11? 11 ровно было. Вот видите, всё точно. И, короче, ну, да, мы сперва были в нашей ротонде, в которой можно посчитать, наверное, сколько у нас фоток сделано. Миллион фотосетов. Это, да, самое такое красивенькое место у нас в ЕКБ. Нет, мы начали с последних, сорян, предлагаю, с первых начать. Да, сорян. Мы дойдём до древности, если кому-то... Не уверена. Кстати, если это займёт очень много времени, мы просто сделаем вторую часть и потом расскажем про остальные. Обозрём. Обозрём. Древние фотосеты. В общем, это наше управление железнодорожной, железнодорогой, короче, такое у нас красивое здание, отбабахали почти замок, и там поставили вот эти красивые часы уже давно. Уже настолько давно, что в 2009 году я там фоткалась в Белль, но фоток у меня так и нет. Ну, они есть исходники, но я там такая жуткая, что уже как бы всё, они канули в небытие. Вот. Ну, в общем, самое весёлое, что за этой юбкой красиво развивающейся сидит Таня и красиво подкидывает мне её. Это наш Applejack. Да, очень спасибо ей большое. Ну, в общем-то и всё. Да, мы из ЕКБ. Ну как всё, там выходил охранник ночью. А, да, он мялился. Он ходил, так улыбался, посмотрел, что ты его тут делаешь. Ну, он нормальный чел, кстати. Не, он нормальный, да, без всякого неадеквата. Там ещё везде висели камеры наблюдения, пришлось их зашопить. В фотошопе, кстати, они есть, да. Даже я не знала об этом. Но вон за часами вот эти вот, она не все зашопила, ну, потому что это было бы капец всё, это шопить. Это камеры наблюдения. Да, это камеры видеонаблюдения. Теперь мы всё знаем. Теперь кто-нибудь в ВСС напишет, ага, уф-орендер, там камеры наблюдения на Золушко. Да, и... Золушка 2000. Пришлось добавить какие-нибудь, я сказала, добавки на звёздочек, потому что была там такая чернота угрюмая была. И всё, фотошоп. Мы, короче, R&D опустились в сплошные фотошопы. Ну, а чё делать? Чё делать, да. Вот. Есть, кстати, фотка, вот, конкретно из этой серии, которая мне... Я так и знала, что там кто-то сидит. Которая мне очень-очень нравится. По лицу, по позе, по юбке, по всему. Но она, естественно, была размытая настолько, что даже... Это классика. Когда ей нравится лицо, обязательно размытая фотка. Вот. Но это тоже ничего. Тоже ничего. Нормально. Тоже ничего, что-то. Так. Мне очень нравятся там фотки с Фантамом. С Фантамом. С Фантамом. Вообще, я завидую. Я сто лет уже хочу там отфоткать эту Мэг из Геркулеса, но только я её ещё не сделала. Короче, меня все опережают, пока я там думаю. Ребята, короче, очень клёво поэкспериментировали. А ты последнюю не выкладывала? Нет, ещё не выкладывала. Ну вот, видишь, у нас не всё будет. Да, печаль. Кстати, она есть в небе. Есть полный рост. И прикольную подсветку поставили, разделили этими желатиновыми вспышками. Может быть, я на ДА сейчас зайду. И очень красиво получилось. Кстати, эти желатиновые вспышки мы забыли. И хорошо, что Таня их принесла. Я её просила с собой взять. Короче, Таня, она шуток и нас выручает постоянно. Таня вообще... Таня, что... Вот она, вот. Да, вот она. И вот, очень красиво так. Что там видно? Пробовали и с фиолетовым подсветкой. И там была стеро-жёлтая такая, не очень приличная подсветка. Мы вообще... Мы сейчас это... Как эти... Раньше же всё кефир по свету нам ставил. Сейчас мы, короче, все такие в панике. Там, чё, вот это туда, вот это туда. Там, Виталий, из себя знания какие-то выжимает. По памяти Машка, там чё-то пытается... Я уже там чё-то направляла, уже чё-то начала понимать. Короче, вертимся как можем. Ну, вроде чё-то получается. Да. Воу. Так, чё там дальше? А, ещё с этого фотосета. Короче, мы когда ушли с этой ротонды, я такая... О, смотрите, какое красивое отражение этой ротонды. Прямо в воде, там, вообще круто. Они вообще... Мы специально, мы уже такие задолбанные, остановились, чтобы сфоткать. Там на фоне ротонды отражаются в воде красиво. Сделайте эту фотку, алё. Там, короче, всё очень плохо, потому что мне сказала... Машка такая, не, не одевай подъюбник. Мне приходилось снимать подъюбник с кольцами, потому что я не вылазила в машину. И у меня очень опавшая там юбка, там свет стый. Так, как на мыльнице сейчас. Пластикой раздуйте немножко. Прямо в роже, прям. В общем, и я рукой ещё и закрываю эту ротонду сраную в отражении. В общем, голову перефотошопьте, не знаю, что делать. Там всё очень плохо. Это что это нам? Это нам посоветовали такой коспорт? Нет, да. Предложи персонажа, нам всё ещё кто-то кидает... Да. Предложку, блин. Мне с сену кинули, с сену страшно. Ну, ладно. Короче, вот, ладно, закончили с этой Золушкой. То есть фотосет Мэвис. На Мэвис на самом деле самая сложная... Блин, опять эта фраза на самом деле личная. Самая сложная на фотосете Мэвис заключалась в том, что мы первый раз фоткались в студию у девчонок Восх. А они как бы студию приобрели с оборудованием, которое там было. И, в общем, что-то у нас не получалось с ихними лампами, софтбоксом вообще. И хорошо, что мы взяли свои лампы. Мы, короче, сделали всё со своими лампами по хардкору. Вот. Я вообще тогда уже думала, что ничего не получится, но у нас получилось каким-то образом. Вот. Они там ещё, девчонки, с дым-машиной помогли. Так что вроде всё новое вышло. Я не знаю, в принципе, в Мэвис, какая была колл-стория. Было ли что-то такое. Прямо, прям, прям. Там опять были проблемы со светом, выставления света. Ну, проблемы с светом. Ну, это, в общем, сверклик. Сверклик. Просто сейчас фотосеты проходят обычно спокойнее, поэтому каких-то колл-сторий вот из последних конкретно особо нет. Сейчас я, может, что-то вспомню по Мэвис. Не, по-моему, ничего не было. Я два часа сначала ждала, пока со светом справятся, а потом мы уже быстрей-быстрей-быстрей фоткались. Кстати, вот эта фотка, она практически случайная. Она первая была, вот, когда я встала с телефона, мы такие, типа, давай просто так ради прикола. Ну, и, типа, сфоткалась, и как бы прикольно получилось. Надави Антарктии, это, кстати, самая, по-моему, комментируемая фотка. Ой, да, мне уже вообще сто лет не комментирует никто. Какой-то один чувак преданному коллеть. Пожалуйста, могу рассказать про шампунь. Эта фотка сделана во время фестиваля Азия Бриз в прошлом году. И вместо лапши там лежат шнурки. Ой, похоже, кстати. Да, да. Ну, это как бы в этих, в Леонардо, я, по-моему, купила мотки такие шнурков. И да, они очень были по цвету похожи на лапшу. Вот. Машка тут немножко дым пришопила. И вот, в общем, получилась такая вкусная. Я очень хочу есть. Пустая лапша. Могу тебе пюрешку предложить. Ну, пюрешка это традиционно. Эти кувалды, короче, были очень тяжелые, потому что я взяла, была, очень хотела, короче, глобусы без этих. Без швов. Без швов, да. И я как бы заказывала по интернету чёрные глобусы. И они оказались достаточно тяжеловатые. А со всем этим крафтом ещё тяжелее. И у меня, короче, уже руки гика болели. Держать в такой позе. Ну, в общем, хотя бы что-то получилось и то на радость. А мы в это время... А ещё там трамвай сзади ездили, там рельсы пришли за фотошопить. Вот там вот, короче, мы в это время снимали порно-видео свои. Какое порно-видео? Ты чё мне стрим портишь? Ну, там... Это видеоотчёте есть, короче. Да, вот. Так, ну, про этих... По ней про Никс мы много где рассказывали? Я не знаю, наверное, не будем. О, Бонни. И эта фотка была сделана во время феста Red Fest, вот, который был в конце августа, по-моему. Это было что-то такое, по-моему, или в сентябре, я уже не помню. В 2016-м, получается. Вот. И почему-то я, именно я, мой грим выгорал на солнце. Я не знаю почему. Вообще, у меня был грим нанесён аэрографом сначала, типа, с Назару разведённый тоненький слой, а потом криолан, который дорогой. Вот. И, короче, у меня выгорал грим на солнце. Лицо у меня было под чёлкой, и лицо, соответственно, не особо выгорало. И, в общем, вот я ненадолго выхожу, и у меня руки уже практически белые. Я потом... Вот видео, где «Почему все любят пони», там можно увидеть небольшую разницу. Вот. А когда мы снимались ещё перед этим у Тюза, там тоже у меня дико выгорал грим. Я даже не помню, как там всё это на видео выглядит. В общем, да, я была белая. Вот. Ещё дул адский вечер. Очень адский. Знаете, сколько было дублей? И тут просто вообще... Ну вот, это более-менее кадр, там ещё все щурились. Потому что солнце прям... Что-то там пришлось подправлять в результате. В общем, да. Эту фотку сделали еле-еле. Хорошо, что с ней. Да. Вот, свадочка. Просто выключили. Так, что тут можно ещё? По ранами, по ран... Ну, вообще, по ранами есть в видеоотчёт, он достаточно недавний, так что... Изборитов. Единственное, что я тут могу сказать, что тут пустя набегал ребёнок и мешал. Из зал кадра намеренно пришёл, специально. И мамка его даже не отдёргивала. Ну, ладно, я. Твою мамку же палец свалил. Ну, про Белль, в принципе... А где это рассказывает? Тоже видеоотчёт? Не, я, по-моему, в Инстаграме, в общем, сам. Ну, короче, тут фишка в том, что получилось вообще так всё случайно, цепочка событий. Мы ехали в Питер на Бигфест, и, в общем, так получилось, что накануне девочка-коллекционер Ника из Питера, она как раз была в Италии, она жила. И она там купила вот этих вот Люгера и Коксверда в Disney Store. Я вообще мечтала с ней фотку, но это была такая давнешняя мечта, что я вообще уже про неё забыла. Вот, и как раз как-то так получилось состыковаться с девчонками в проекте «Покрасайся и чудовище», выйти с ними в дефиле, там, гастоны эти, бембеты. Вот. Взять приз. Ну да, как бы так, короче, всё случайно было, и вот как раз приехала Ника, буквально именно накануне феста за день, и принесла мне вот эти фигурки, и там была фотограф Веста, и внезапно там был этот баннер такой вот распечатан, типа, под кирпичные эти стены. В общем, так всё состыковалось, что хоп-она, и у меня получился супер-мини-фотосет, без всякого света дополнительного, то есть Веста там вытянула, как могла. Вот, ну как бы, как бы это клёво, в общем, случайные такие эти... В общем, цепочка событий такая, что получился этот фотосет, вот. Блин, тут что-то всё подряд моё-моё. Но про шампу, вот про этот фотосет я могу сказать, разве что, что мы поехали, это было, по-моему, 5 или 4 июня, когда уже яблони отцветали, и должен был весь день идти дождь адский, по прогнозу. Мы приехали, он чуть-чуть покапал, и всё прекратилось, то есть даже солнце выходило, и, в общем, это было большое везение, потому что мы ещё через пару дней уезжали в Питер, я как раз притык доделала костюм. Вот, и яблони стояли, последний день, на следующий день их снесло всех, все цветы дождём. Вот, это ещё первый фотосет как раз с Машкой был, дикая везуха. Давай, что-нибудь, про лису есть что-нибудь? Да нет, там буквально пара кадров была сделана. Давай что-нибудь такое. Саммер, лучшая полосканчика. Ужасный парик. Так, чего у меня есть? Давай, что-нибудь надо набирать. У нас туда куча всего. Женщина-кошка. Ну, этот, кстати, фотосет домашний, то есть мы делали у меня дома, у нас есть телефон, мы купили как раз, по-моему, две лампы и поняли, что нам нужна третья лампа в этот момент. Это моя кошка, которую зовут Тера. Мне тут, кстати, снилось на днях, что она пушистая, и я за ней бегу по каким-то, по какой-то деревне, короче, через заборы перепрыгиваю, и кричу Тера, Тера, что-то далеко-далеко за ней бежало. Внезапная история про Тера. Она очень стесняшка и трусишка, и буквально несколько кадров удалось мне сделать. Вообще, по арту я должна её поднимать, ну, не должно висеть ожерелье, но я решила, что она не переживёт таких мучений, и её морда выражает всё недовольство мира. Не, на самом деле, круто получилось, потому что это вообще могло не получиться с кошками, которые не сидят на руках, это вообще... Короче, вам, да, фоткаться лёжа клёво, потому что, когда лежишь, у тебя всё стекает. Жирок? Да, и такой очень чёткий контур. Не знаю, у меня шея обычно напряжённая, когда лёжа... У меня тут тоже напряжённая, ну, вот так как всё закрыто, этого не видно, а лицо как раз у меня такая, челюсть, типа, выделенная обычно, у меня такой нету, когда я просто фоткаюсь. Вот, короче. Мне так ещё нравится, как вы пальцами в экране показываете что-то, а нам это не помогает. Я пытаюсь, да, причём... Я пытаюсь, да. Ну, в общем, мы ещё, кстати, стримили весь этот фотосет. Ой. Не, Риока не с макияжем Киллер Фрост, это просто... Это более серый макияж. У меня сейчас губы не синие, тут почему-то синит, у меня серединка только тенями вбита с синяя, а так они такие тёмно-тёмно-серые. Тут с обеих сторон стоят Риока, крето, да, и так далее. О, бабки, бабки мы кидали. Это, по-моему, один из первых кадров тоже, который получился. Вот всегда первый лучший. Да, и я всё ещё нахожу эти деньги в разных местах интересных. В общем, вот. Золушка 2048. Сорян, ребят, я чё-то пропустила кучу ваших комментов, сейчас вот читаю. А я не могла вставить. Блин, хочется перейти к каким-нибудь сразу жёстким фоткам. Чё, у тебя перчатка порвалась в начале как-то с этой окошки? Нет, у меня чё-то ногти отпадали там. А, ну когти отпадали. Да, да. Так, чё там дальше? Там дальше, там были ещё старые фотки. Да про неё вроде особо ничего сказать. Хорка, Алиска. Вот, кстати, вот эта фотка с Алисой. А, с Алисой. Нет, да, с Алисой. Короче, это было сделано в Палермо, на Фесте. Как казалось, там вообще нельзя было ходить, не то что фоткаться. Но мы успели там пофоткаться, там даже сидит дюймовочка. Там я потом фактически на этом же месте стою с Аладдином, с Жасмином, и у тебя в дюймовочке несколько фоток. И ещё после меня девчонка одна в дюймовочке фоткалась точно там же. Да? Да, помнишь та, которая выходила в дюймовочке? Она потом фоткалась там. Короче, вот. Ну, такой прикольный атмосферный кадр. Почему я стою спиной? Потому что я забыла свою Омегу. Как только не повернёшься, чтобы не было косяка. Да. Про Хорку, слушай, даже не знаю. Единственное, что я могу сказать, то что вот ботиночки Хора, в них ходить невозможно. Я искала эти каноничные... Это как они называются, господи? Чтибулеты. Сильённые какие-то... Блин, как... Подожди, нет. Как называются такие ботинки? Не помню, скажу тебе сейчас. Я же... Макосины, вот! Да. В общем, я их очень долго искала вообще, где их можно купить. Блин, тут-то не видно. А, кстати, вот на этой фотке мне девушка, которая нам помогала там во всём, в Италии, она мне держит снизу хвост. И причём есть этот кадр, блин, я у него укладываю, надо будет совместить и выложить. Вот. То есть хвост, он не сам так стоял. Короче, про ботинки. Вот. Получилось найти очень каноничные. Знаете, у какого-то мужика на рынке, который продавал как будто какие-то старые вещи, вот они прям под старину какие-то. Они были очень каноничные, но мой размер на мне смотрелся как лыжа. И я взяла 37-й, а у меня 38,5, а то и 39 иногда. Вот. И, короче, ходить в них вообще было невозможно. Надо их, кстати, продать. Я уже новые купила. Я просто везде ходила в обычных, а потом надевала эти на фесте, я в этих вообще еле как ковыляла. А ещё я, типа, в этот момент тоже была в Татсумаке, и я стояла вот... А есть эта фотка? Нет, там этой фотки нет, её не делали, потому что не получилось. Потому что кое-кто очень клёво фоткал. Открой, снова ты фотку с Хоркой, я покажу. Вверх покажу. Вот на этом вот мосту я потом стояла, и там вниз довольно-таки, блин, далеко там. То есть и ты сидела опасно такая. И я потом вышла, выползла, заперила, встала. И Кефир меня фоткал, и я думала, он фоткать так, что там видно, что это мост, что я наверху стою. Нихрена было не видно, у меня фотка, будто я на земле стою. Да мы тогда, кстати, дико спешили. А, есть кулстори про этот двойной фотосет. Да, точно. Это был последний день, когда мы должны были уезжать домой. Но мы вечером уезжали. Да, мы вечером уезжали. А утром мы пошли фоткаться. Там ещё солнце как раз такое, ещё не дико, по-моему, ярко было. У нас заранее договорённость с этим всем делала. И мы такие на фотосетте. И, как бы, ну всё, мы уже поехали там, мы ещё потом за горы уезжали. Ну, вот этот маленький городок. И, короче, нам такие звонят и говорят, вы сейчас должны из отеля выселяться. Мы такие, что? Чё? Вот. И, короче, ну, я, как всегда, иду, бурчу. Я-то не могу на английском ничего сказать. Иду возмущаюсь. И Рэй там тактично пытается объяснить. Я говорю, нет, всё, давай. Ну, в общем, более-менее уладили. Вроде как пара часов у нас там была. Да нет, они просто купили ещё один день. А, не купили? Да, у нас был не день. День, ну, как бы... День и день. День, мы должны были до 12 выехать. Мы идём, там, времени пол-одиннадцатого, мы на фотосете. Упс. А сейчас он не очопился. Мы на фотосете, и, короче, нам говорят, так и так, вам надо собрать вещи. Говорят, блин, как? Как? Мы только начали фоткаться. И, говорю, ну, как бы... Дерзкий, РНД фоткаются в запрещённых местах. Это про чё? Про всё. Ага, про Алису. А, про Алису. Про ту лестницу. Короче, когда ты иностранец, ты везде фоткаешься. На самом деле, ребята были там норму. Ну, то есть, это была ошибка одного из органов, который впервые принимал гостей. Он ещё плохо говорит по-английски, и они потом извинялись. Который нам нутеллу подарил под конец. Ой, я такая злая была под конец. И думала, что я вообще его не хочу видеть. А он такой пришёл с нутеллой, там, с какими-то подарками. Я такая сижу, ну, ладно, живи. Да нет, ну, реально, на самом деле, очень выматывают эти поездки. Сижу такая уже год не езденная. Выматывают очень эти поездки. И когда организаторы что-то не учли... Это часто бывает. Да, это вот в Европе это очень часто. И просто ты уже потом без сил просто возвращаешься. Вот, то есть, это всё выводит из себя, потому что... Это нифига не отдых, это как бы работа. Да, и то есть, если, тем более, какие-то косяки случаются перед фестом, то это ещё напряжнее, потому что, извините меня, ты на фест должен идти довольный, весёлый и как бы народ развлекать. Ну, в общем, да, вот здесь именно был косяк в том, что организаторы как-то не заняли нас на фестивале достаточно. И вот с этим отелем, а в принципе, в основном, поездка была клёвая. Итальянцы, кстати, вечно, ну... Ну, потому что эти итальянцы, скажи что-нибудь по-итальянски. Паста! Что там ещё? Визгвини, я не знаю. Короче, ну, нормальные итальянцы, мы до этого были в Палермо, там было вообще всё очень плохо и печально. Но вообще итальянцы, они такие, тебя будут кормить до упора, всё время огромные порции приносят, и я привезла, по-моему, лишних три килограмма оттуда тогда. Короче, вот. Ну, вроде, конечно, у них красиво, там очень. Так, чё у нас? Это непонятно, сколько человек у меня... А, нет, у меня глюкнуло, всё, 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 испугало, что 8 человек, нет, 32, нормально всё. Так, давайте дальше. Народ, пишите что-нибудь, может быть, что-нибудь я вам отвечу. Вам интересно? Вам интересно? Так. Дальше, дальше, дальше. О, фотки со стрима, скрины. Это Виталя. Да, кстати, чё-то, народ, у нас есть альбом с фотками со стримов, который открыт, вы можете делать какие-нибудь смешные скрины с нами, и туда пихать всё равно. Правда, сейчас как бы не имеет смысла, потому что мы в маленьком окне, но имейте в виду, что у нас такое есть. Можно. Так, Татсумаки. Он, вот. Жасмин, Жасмин. А, на этом кадре, я помню, собачка нам всё время мешала. Тут уже садилась, кстати, солнце. Ну, вообще, весь этот фотосет был сделан в очень красивом местечке. Это тоже Италия, только это другая? Полермо, нет. Ну, да, это Полермо, это вот первая Италия на Сицилии, которая, где мы как раз корешились с косплеерами местными, и спасибо им огромное, что они нам помогли, потому что организаторы не сделали ничего. Да, тут другая колл-стори, извини, перебью. Короче, мы в этот день фоткали Роу, как будто у воды, то, что у меня фотки эту дикую, и Жасмин. То есть, прикиньте, нам надо сделать два фотосета в разных местах. Мы договорились с организаторами, что после феста они нас повозят, и так, и т.д., и т.п. И они просто говорят, что они там что-то устали, работают, и т.д., и т.п. Они такие сказали, что-то в какой-то день сказали, вот, у нас нет времени, нам надо вот фест закончить, у нас там какие-то проблемы. Мы такие, ну, ладно, всё, давайте после феста соберёмся. После феста она пишет, вы знаете, мы устали, да, мы не можем. Окей, и мы сами на автобусе поехали, сначала Рэй была в Цивили, мы поехали фоткать Роу, потому что, ну, там, блин, воды нельзя не пофоткаться, такое упускать. И, а, это было 2015, по-моему, да, год? Вот, мы поехали на автобусе, у меня парик на манекен в голове, я была наполовину в костюме, пизда, вольна, далеко. Вот, извините, я там, типа, в воде должна лежать, мне после этого пришлось, извините, трусы переодевать, ещё какие-то мужики там подглядывали, песок из трусов потряхивать. Вот, и, короче, и мы без помощников, охрененно! И мы ещё там пешком чепарили до этих камней, это было ужасно. Ну, как, мы, конечно, весёлые, там, шли всё такое, но сам факт того, что нас вот так кинули организаторы, это неприятно. Это, кстати, тогда мы ещё на бабки попали, нам нужно было ещё за гостиницу доплатить что-то там, как бы было, сначала была одна сумма, а потом они её двоили, что-то они там не досказали. Да, что-то это было недопонимание какое-то. Это ещё какая-то... И плюс сбор надо, там же, как бы, курортный сбор ещё идёт, который мы, оказывается, тоже должны были сами заплатить. Вот. Это кефир заходит такой в номер, я так говорю, присядь, я тебе сейчас это о том и скажу, да, что мы на бабки попали. Ну, это было как бы не то, что прям сильно смертельно, но это было трудно, некрасиво, и, в общем, омрачило, скажем так, немножко это. Вот, но нам повезло, что девушка-косплеер с её парнем, у них была машина, они всё, они нас потом подхватили, и вот Жасмин отвезли, нашли нам это... Она говорит, да, это, типа, место моё любимое с детства, вот, она там всю жизнь живёт, и говорит, очень такое для меня значимое, и вот вела нас туда. Там, на самом деле, по-моему, буддийский храм стоял. Да, ещё там парк был красивый. Вот, а где фотка в Паркинсе? Там фотка с лестницей, мне приходилось периодически то ли спускаться, да, потому что садилось солнце, там какая-то такая закрученная, вот... Да, мне приходилось периодически спускаться, чтобы солнце не вышло в конец. Надо найти весь этот сет. Сейчас заметила свет клео гули сзади. Да, эта коробка от него, они у меня там стоят, на самом деле. Господи, вот тут много лишнего. Ну, не будем о куклах. А, да, там, хорпы. Блин, а где реально жасминский этот... Мне часто пишут пошлые комменты, и на каждый мой образ пишут, что секси, причём я... на закрытые, на самые образы. И вот было много пошлости вот на эту фотку, и как, как у людей это получается? Я хоррес, ну, а такая персонажка. Так, что мы ещё? Ну, можно пока... Я хотела просто открыть ещё сет с жасмин, показать остальные фотки. Так, у нас просто в такой разной... У нас тут машини. Вон, с деревом можно. А, вот дерево, кстати. Кстати, вот к корням этого дерева, которым там дофига лет, нас пустил... Увидел садовник, который там работает постоянно, и вот он увидел. Мы уже, по-моему, за час там до закрытия были. И он нас увидел, вот что-то разговаривался вот с косплеерой, косплеершей, которая нас возила, и пустил нас в итоге к этому дереву. Это дерево идеально подошло бы для Джейна и Старзана. Я тут придумала сейчас. Я потом тебя вырежу и себе оставлю. Нам много чего это дерево подошло вообще. Ну, очень клёво там, конечно, было так. Нас спрашивают, почему вы фотографа сменили, если не секрет. Фотограф просто устал фотографировать и занялся другой деятельностью, и наши пути мирно разошлись. Всё. Это всё, что вам нужно знать. В общем-то, так и есть. Так что... Вот, тоже сет тут с макей. Я там лежу, там очень высоко. На обрыве вообще конкретно там высота огромная. Это вот там же, где хора как раз стоит, рядышком. Чуть подальше, чуть-чуть, да. Где-то выше, по-моему. Ой. А, вот она. Да, это тот же заборчик, только чуть-чуть... Типа левее она лежит. Вот, да, вот в ту сторону. И, короче, это на самом деле самая втипажная фотка для Тацумаки, потому что она тоже так сидела в анимешке. Ну, в этом не в таком месте, конечно. Но почему-то мало её комментирует. Зато комментирует. Знаете, вот думается, что, типа, а что там лечь, там, сфоткаться так. Ну, прикиньте, вот залезть в платье длинном, вот на вот эти вот камни, над обрывом, чтобы красивый вид был, ветерок дует, и ты ещё такая должна лежать и спокойно улыбаться. Да, но Тацумаки-то летает, ей это не страшно. И при этом нам говорят, что нас сейчас из гостиницы выпрут, и у нас ещё фотосет на двоих. Зашибись в разных местах. А ещё фотограф говорит, что чё-то ты не очень. Да, ну это вообще уже. Но было дело капризничать, ну да. Капризничал. Короче, это самая втипажная фотка, но комментирует больше всего ту, где я с ногами, и говорят, ну какая я большая, и не втипажная. Но при этом всё равно комментирует. Да, комментируете другую, где я втипажную. О, кстати, вот эта фотка была сделана вот в городке какого-нибудь Бертинора, да? Да, да, да. Там, короче, такой заброшенный городок, хотя там всё равно кто-то живёт. Средневековый такой вообще. В общем, вот перед ней буквально там идёт дорожка такая, она такая низкая. Очень узкая. И по ней ездят машины. То есть, прикиньте, фотограф и мы все должны стоять где-то на этой дороге. Я забилась у противоположного вот этого зданица, села там, короче, там ещё доставала этого богомола. Там богомол сидел на двери, и я его бесила. Он потом на меня шипел. Вот. И, короче, у нас там все вещи, всякие штативы, фотики, помощники. И, в общем, надо как-то её фоткать, и там постоянно приезжают машины. В общем, это тоже было непросто. Потому что до этого, буквально за день, там был какой-то фестиваль вина именно в этом городе, и оттуда как раз все уезжали. Вообще там обычно нет людей, но нам повезло как всегда. Тут, кстати, не видно, но уклон гораздо больше, чем кажется. Да, там весь город был на каких-то вот этих склонах. На горе, да. И у меня уже, у меня под конец просто очень болели ноги, потому что это невозможно вот было вот на таком уклоне стоять. И, короче, в общем, я не знаю, там дверь такая ещё мелкая, ну, типа, считается, что раньше люди мельче были, чем сейчас, в средние века. У меня это фотка теперь посрежется с богомолом. Я это поняла. Вот. Причём я вообще не думала, что я буду фоткаться в таком месте, но Кефир, нет, мы пойдём в то место, какое-то из фотоков. Блин, в какое место? Там была куча разных мест. Давай вот здесь фоткаться, давай здесь. Ты заметила, да, у нас больше cool story с фотографами, с Кефиром, да? Надо Машку натренировать, чтобы она нас тоже таскала. Нет, пусть лучше спокойно проходит наши фотосеты с Машкой. У меня пока какие-то скучные фотосеты, можно что-то поинтереснее. Вот, короче, тяжело было. Тяжело. О, фотосеты с Венди. Честно говоря, не знаю, что тут рассказывать. Это было в Польше. В школе. Да, это буквально было около школы, в которой проходил фест. Не знаю, почему так получилось. Вот. Не помню там. А, мы в этот день, короче, был третий день феста, мы собрались, пришли на фест, а он уже кончился. Нас никто не предупредил, во сколько он заканчивается. Мы в три часа красили, седьмом. Это было в два или в три, по-моему. И фест у них уже кончился. И мы такие накрасились. Ну, давай пофоткаемся хотя бы. Вот. И мы тогда пофоткаемся. Это ещё такая всё время, говорит, давайте, может, вас в другое место отвезти, в другое место. Отвезти, это как? Это пешком отвезти. Да. И мы... Да не, мы тут, пофоткаемся. Да, то есть, фоткать Венди, Гифани, как-то в каких-то особых локациях нет смысла, тем более, там всё равно были красивые вот эти деревья. А тут, как бы, тоже в России особо такого тоже не найдёшься. Блин, надо было мне тоже на этом сфоткаться. Я сфоткалась на каких-то грязных лестницах. У меня две фотки оттуда, из-за чего я красилась, как обычно. И везла эту Гифани, убила бант как раз. Я не знаю. Вот одна из этих. Ой. Ааа, нет! Подожди, а почему у меня здесь не видно? Альбомы. Надо открыть снова. Короче, там две фотки на лестницах. Это, конечно, школьные лестницы, но нихрена не скажешь, что это школьные лестницы. Я не могу найти. Ниже, 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 ниже. Это всё ниже. Шосьми, два, шесть, шесть лет. Вот, вот. Всё это там начинается. А, кстати, вот эта тоже фотка сделана в Польше у забора напротив Тэшкол. Да-да-да. Вон. Любят рендер у забора фоткаться? Самых первых косплеев. Вот эта фотка. Короче, ну, типа, это школьные лестницы, я там фоткасс, но в итоге, в общем, зачем? Для чего? Почему? У тебя же нормально, вроде, понимаете, да? Да так! Лучше бы, ну, фотосет её надела, потом нормально... Ну, он сказал бай. Бай-бай. Бай! Наверное, было давно. Короче, в общем, с этого не было. Она была тоже зелененькая фоткасса, она клёвая. Ой, ну, пони у нас там, я не знаю, есть ли кулстория... Есть кулстория про этот фотосет! Девы про девок, которые... Знаете что? Мы сняли студию, но окей, ладно, я каюсь, я опоздала на час, но девки в пятером или в четвером опоздали на два или на два с половиной часа. чёрт возьми! То есть, у нас там, короче, фотограф был и искорка. Я ещё не сказала, что вы не начали ничего снимать? Ну, короче, вот, и, и, в общем, девчонки поздравляли на два часа, и это было ужасно. Ну, блин, это не круто вообще. Ну, у них там какие-то проблемы были, ну, в общем. Короче, целый проект с гримированными телами, это очень сложно. Мы тогда снимали видео и фото делали, в общем, ну, поэтому фоток так мало, потому что у нас основной опор был именно на видео. Вот, но то, что они опоздали, короче, это основная колл-стори. Так, мы там по-бырому пытались наверстать, и я не помню, они делали в очках, и вот. Да. Не знаю, что ещё про поней. Честно говоря, как бы результат мне, в принципе, нравится, но как-то не могу сказать, что этот проект неприятный, он как бы норм. В принципе, особо мы ни с кем там не конфликтовали, ну, так, только там в каких-то отдельных моментах. Вот, но почему-то, вот, знаете, вот думать вот про всё, как это всё готовилось, мне тяжело, потому что, ну, реально было тяжело. Он у нас переносился сначала на полгода, и, в общем, вот. И наши дефиле очень сильно засирают всякие там, ну, потому что много там что-то его смотрят, конечно, неадекватов полно, вот. А почему вы не танцуете, там, не прыгаете, всё такое? Ну, там кто-то вот один написал, здравый коммент, что вы посмотрите, что у них парики, что у них обувь такая опасная, каблуки. Я ещё подумала, а вы заметили, что мы ещё в гриме, у нас руки и всё в гриме? И костюмах, которые... И у нас инструменты в руках у некоторых тяжёлые. Вы вообще это как бы заметили? Ну, ещё закулисная самая такая вещь про опоздание опять. Фест задержался на два с половиной часа, мы прям ровно засекли, мы уже просто психовали за кулисами, ждали... То, что мы согнали рано, и... Прикиньте, два с половиной часа без преувеличений, чётко, ровно, мы ждали за кулисами своего выхода, на каблуках, в париках присесть не можем. Хо! Это было, короче... А-а-а-а! Простите показать сирену, вот мы поближе. Ну, мы рассказывали про Яю Хан отдельно. Да, у нас есть стрим выложенный, да, про Яю Хан, про встречу. Так что повторяться мы не будем. Что там у нас ещё? Если заходите, посмотрите. Там как-то называется встреча с Яю Ханом или что-то такое. Да. О-о-о, блин! Подосать женщину и кошки на крыше, это какой год был? Надо года подписывать, я ничего не... Я обычно... Абон выложен на 15 июля 2016. Это, короче, был июль. Это... А, почему июль, кстати? В июле же мы... А, или в июле мы... Может, это через год он обработал? Да, может быть, завтра. Раньше точно, я говорю, это 15 год. Это было лето, это был июль, и это была самая холодная ночь в моей жизни. Потому что... Ну, остальные все были в пальто. Подожди, тут Чезу спрашивает, во сколько был фотосет, раз они опоздали на 2 часа. Мы там днём фоткались, это был в студии фотосет, поняш. Так что это днём было. Да. Крыша, короче, в центре города. Я мечтала о фотосете кошки на крыше. Это одна из самых тех фоток, которые мне нравятся, которые похожи. Остальные вышли не так круто, не так похожи. И я очень печалилась, потому что я безумно страдала в этом фотосете. Меня колотило, потому что там ветрище, это крыша, там дует, и я в одном тонком одном трикотажике, и меня трясёт. Если меня трясёт, фотки, получается, размытые. Кстати, видеоотчёт есть этого фотосета. Он выложен только на Патреоне. А, да? Так выложи его уже. Я его, его надо переозвучить, потому что я хреново там озвучила на английском. Нормально. Не, мне не нравится, я могу бабыру переозвучить. Ты тут будешь что-нибудь делать, представитель. Я чуть-чуть поделать буду. Да, я просто офигеваю, как у меня опять время понеслось, и я, ну, не успеваю все дела делать. Короче, ещё под конец пошёл дождь. Знаете, эта морость такая мерзкая. мы вообще были все в пальто, в куртках там, в которых вот осенью ходишь просто в шарфах. И получились фотки. Ну, мне комментили там, у прошлых фотосеты были лучше. Но народ как бы не представляет какой-то боли, странная. Там реально шёл дождь, его не видно на фотках, но, блин, было очень холодно. Ещё спрашивают, можете рассказать, как на крышу фоткаться, попасть, а то я тоже хочу, но вот не представляю, как найти открытую и с кем договариваться. Короче, у нас я смотрела типа такие вещи, как свидание на крыше. Что? Услуга, свидание на крыше. Но это на самом деле, я не знаю, это тупо подростки, которые за тысячу проводят тебя, показывают, где крыша. Просто взлома вот эта крыша. Не, она не взлома, но она открыта была. Да, сама по себе открыта. Если бы я знала про неё, я могла бы бесплатно туда попасть, но я не знала. Пипец, вот более люди деньги зарабатывают. Ну, потому что, если бы не они, я бы сама, это мне приходилось бы ходить, знаешь, по домам и искать, где крыша открыта. Это было бы тоже. Ещё можно в сообщество руферов заходить. Да, мы заходили, и там ни хрена не было инфы. Ну, бывает. Короче, рендер бомбля. В общем, да, ищите такие вот услуги, иногда бывает, иногда нормальные студии, там прям организовываемся, красиво. Пронеси мне конфетку с холодильником, двери вверху, красичка голубая. Ищите типа свидание на крышах. И можно будет попробовать попасть. Голубая лиса. Почему все оживились-то? Запнать. Заходили тут из комнаты для мальчика. Где, кстати, другие фотки эти, крыши, по-моему. А, ну они же, а давай будем просто делать так, такие раз, открываем в новом окне и просто переходим на вот так удобнее грамм. Ну, вон остальные фотки. Это же метелица. Вот это, вот здесь я уже когда сидела. Это лисичка. Это метелица. Так, уйдите все, я рассказываю. Алина с лисичкой. Мы выложим этот фотосет, этот стрим или нет? Да? Мы выложим, наверное. Не говори им, что мы выложим, пусть смотрят. Придется тебе жестко. Кстати, напоминаем, что если кто-то хочет, может нас поддержать денежкой, мы собираем поиску в Воронеж. Мы очень туда хотим. Мы правда, мы очень туда хотим. Короче, на этой фотке уже шел дождь и меня трясло и многие фотки получились размытыми. Это самые первых. И вот это вот уже под конец, у меня было размазано уже помада, потому что по мне текло быстро по всему лицу и по всему. И, короче, я очень недовольна, очень устроена, очень мало фоток с него, не обработано некоторые есть. Котик! Я в печали. Котика, сделай мне нормальный чай, этот невкусный. Невкусный! Вот. Сделай мне нормальный черный чай. Ну, до фотосета в Дании, я думаю, еще дойдем, то что-то скажем. Но невкусный. Сделай, пожалуйста, просто с лимоном. Так. Вот, кстати, Жасмин еще фотка. А, да, из парка. Там была клевая пальмочка. У нас же есть видеоотчет с этих фотосетов, там, Роук и Жасмин вместе. А, вторая часть Палермо, поездка. Да? Да, я уже не помню. Помнишь, я там озвучила Ariel 1 там, что-то? А мы это точно включили? Я не помню. Это есть! Я это делала, этот видеоотчет. Ты че? Так. Ну, у меня память уже не та. Блин, вот эта фотка была сделана тупо на фесте. В коридорчике. В коридорчике, да. Что там еще есть у нас? Ну, это с феста фотки. Ой, да. С феста фотки, вот эти, вот вы не поверите, хоть все и орали, Венди, где шапка? Но вот эти две фотки самые популярные у меня за последние, наверное, года три. Просто рыжуха. Просто рыжуха. Ой, Лана. Ой, Лана. Вот тут я точно помню, как попросила какая-то мамочка нам сфоткаться. У нас, кстати, это, такое дежавю немножко было. Мы фоткались у космоса. В один год она фоткала Сиренити. Сначала днем у яблони у космоса, потом мы ждали вечера, чтобы уже было темно. То есть, КПшки. Да. И, короче, потом снова у этих яблони. Тут практически то же самое, только... А, нет, подожди. А, да, точно то же самое же. Точно у этих же яблонь. У нас было два фотосесса. На одном мы выезжали найти оленей ручьи, а на одном мы точно так же днем пофотклису этих яблонь, потом посидели в кафешке. Я помню, там еще прошел какой-то дедуля, такой посмотрел на нас в упор. Ну, ему же кажется, что мы обе девушки, а я типа парни играла. И такой на Рэй, она симпатичнее, и пошел дальше. Ну, спасибо. Конечно, у меня брови мужика, нос мужика нарисован. И потом, короче, да, вечером снова фоткались там же такие мычитеры. Что тут рассказывать? А, ну вот это на олене кучах. У этого дерева были уже фотки с Алисой. Да. Причем специально мы туда ради этого дерева ездили. Одна фотка, одна! Потому что кому-то надо было в пещере пофоткать побольше. А, кстати, где еще эти пациенты? Блин, что-то тут неудобно. Он был вот в той же яблок. Нет, я хочу открыть какой-то компрет, но уже забыла сама какую. Сейчас, сейчас. А, кстати, сирените вот у этих же яблок. Кстати, могу сказать про эту фотку сирените? другую, которая нет. Назад, назад, наоборот. Вот про эту. Там есть очень клевая, где парду фоткалась с Розой, но кое-кто, точнее, все помощники заныли. Холодно, мы хотим домой. С Трена, причем мы с Кефиром да давайте, подождите, еще пофоткаем, да фоткаем эту фотку. И скажем, что мне, по-моему, плохо тогда что-то было. Да нет, вы просто все ныли, что вы устали. Вы там бесились сперва, что вы заебались. Нет, только что. И мы зафоткали эту клевую фотку с Розой. Не может такого быть, чтобы я сказала, пошлите. Да, было такое. Вы и Хидеки ныл, и Виталий начал ныкить, и ты тоже такая, пошлите нафиг домой. Ну, крутая же фотка, что ты? А там еще одна могла быть с Розой по арту. Ну, простите. Ну, короче, да, надо наставить. А, вот на этой фотке, я помню, что мы, как мы эту еду раскладывали, а потом там, сука, прополз жирный жук по этой тарелке. А было так аппетитно. И ползти в этом, да, мы хотели это потом сожрать, и там ползал этот жук, и все, он нам все обломал. Мы были голодные еще, такое. Кстати, да, по вот этой картинке сделано. Так, про Эйла и Анну. Что я могу сказать? Мы на фест шили перчатки, потому что мы на фотосайте задолбались подкрашивать. мы простым аквагримом красили, и он пачкал мне постоянно эту дудку, мне ее пришлось потом перекрашивать. Это очень неудобно, и костюм вечно затронешь, блин, заляпает. Да, грим, это вообще боль, печаль, страдания всех. Всех. Всех, я всех. у нас, кстати, еще была фотка, как мы в картишки играем, но что-то мы не обработали. Ну-ка, давай посчитаем, сколько у нас фоток, где мы спиной друг к другу стоим. Кстати, нам надо вообще сделать калашку, у нас это часто, или нет? Раз. А, типа, Элиана хотят два. Два. А тут-то другая, это наша классическая. Нет, там еще ниже три. Блин, я вот на этой фотке... А, нет, я не на этой, я себе вот на этой не нравлюсь. Я тут странная. Мне, кстати, сказали, кто-то написал, что я должна этого гоблина косплеить из... Как это? Королевство? Где это-то играет? Боуи... А, как называется фильм-то? Лабиринт. А, лабиринт. Господи, да, королевство. Так, что тут, девочки, чудесно, увидите, всех вам благ, спасибо большое. Сяпки. Как же тяжело дается каждая фотография косплеером все-таки, сначала фотосет выдержать, потом у фотографа результат выбирать. Ну, да, у нас быстрых фотографов нам еще не попадалось, но разве что, вот Аня из Питера, как бы, она так достаточно шустро обработала, но, опять же, она, как бы, косплей фотка ломала для нас, или вообще не попадалось, или один раз такую фотку, вот. Профессионалы, они прям вечно занятые, так что, да, самим уже можно обрабатывать фотки. Расвлечайте, короче, эта фотка в Италии, ну, где ты там, где, а эта фотка на Урале. Да, у меня было два фотосета, то есть то, что у воды это в Италии, а это мы ездили, а там тоже была вода, но только термоядерная. Блин, я хотела сделать видеочет с этого фотосета, потому что там есть какие-то забавности, как кефир там провалился в эти грязные пески. Зачем они пошли в обход? Я не знаю. Короче, да. Не знаю, стоит ли брать, делать видеоотчет, потому что никто не смотрит, хотя, по мне, забавно очень. так, так, в дальнем времени очень много просто отнимают результат, как бы. А, кстати, вот здесь меня дичайше сбивала волна, ну, блин, есть видеоотчет вот про Палермо, как мы ездили, так что можно посмотреть. Меня прямо била сзади эта волна, и там, вот, я порезала видео, конечно, аккуратненько, но я там просто ору, мы, так у нас было с кефиром, что мы просто иногда друг на друга орем, потому что мне тяжело, ему там неудобно тоже фоткать что-нибудь такое. В общем, меня там сносило жестко. Прикиньте, если бы я плюхнулась мордой и париком вот с макияжем и всем вот в воду, это было бы ужасно. Я просто потом глаза не разлепила. Кстати, после того, как я сделала эту фотку, буквально, не знаю, не помню, через несколько месяцев или через год Джессика Нигри тоже скосплеила эту версию и сфоткалась точно так же, так лежит в другую сторону. Не знаю, видела ли она мою фотку, хотя она мне как-то, ну она меня знает, она видела мои работы, но не знаю, короче, сама она так решила сфоткаться или нет. Хотя поза достаточно банальная для такого костюма. Это, кстати, опять эти лесенки. А, запрещенные лесенки. В общем, я помню, когда мы обрабатывали эту фотку, мы приближенно показывали лицо Уладдина, я говорю, что не так, все нормально, у него там такая странная улыбка была. Да, это, кстати, не пофоткались, пока я красилась в жасмин как раз. На Фесте было фото. Вот это на Фесте, а вот это, пока ты в жасмин красилась, я побежала, вытряхнула песок из трусов и побежала вот это. Да. О, нет. Мы дошли до этого. Фотосет на заводе? А. Нет, что случилось? Что я знала? Ты открыла новую вкладку просто. Ужас какой. Вот у нас DC. Да, DC есть. Я не знаю, если кулстория, кроме того, что... Ничего себе, на заводе 7 часов. До этого мы 5 часов еще красились. Да, мы в этот раз очень долго собирались, мы прям хотели все красиво и хорошо накраситься. Часов 5 мы собирались, шел дождь. Приехали, и да, и пошел дождь. Было холодно. Ну, не сказал, было, было холодно. Прохладно, прохладно так было. Мы на каблучинах ползали по заводу, и в общем, это жесть. Я чуть... На самом деле, было очень холодно, я чуть не сдохла, пока вы наверху фоткались, и я внизу присесть негде. А, да, было холодновато. Присесть негде, каблуки, блин, давят больно. И, короче, еще в разных местах надо суть. Мы, короче, до самого, до самой темноты фоткались, и у меня еще закололи линзы под конец. Я там, в общем, вот когда, это как раз под конец была фотка сделана с этим, с решеткой. И, в общем, блин, там, кстати, было очень неудобно коленкам. А, у меня, по-моему, под коленками что-то было подложено, потому что было больно. Так, да. Ну, ты пчелки просто разодрала об эти камни. Ну, да, что-то мы подложили, по-моему, минимум пакеты. Мне, короче, очень нравится эта фотка, она очень втипажная, но, мне кажется, все, кто ее видит, такие, так у меня с Харли тоже. А, господи, что это? Закрыть, закрыть, нафиг. А мне очень нравится, прям, я, смотрите, как стараюсь. У меня, кстати, несколько версий было с этой Харли за решеткой, я бы еще пункт обработала, чтобы, ну, это надо визиться. А, нет, кто-то пишет, красота невозможная. Ну, я так думаю, в целом на фотосессу не на конкретную фотку. Думаю, что-нибудь фапал на эту фотку? Не знаю, особые, особые ценители, наверное, фапали. Хотелось еще больше вот здесь пофоткаться, там, в другой страны было. Что, поджуково? Поджуково, это вот, где вот Роу? Да, да, в деревне Поджуково. Поджуково. Вон, люди пишут, что любят наши отчеты. А что не смотрите? Ребят, у нас, вот знаете, блин, серьезно, я бы делала эти отчеты, потому что, мне кажется, они очень ржачные, потому что, у нас, наверное, такой юморок там, от такой, такие фразочки откалываем, особенно, когда помощников много. Как бы, я могу их делать, но серьезно, это смотрит, максимум, там, тысяча-полторы просмотров, просто мы хотим, как-то поднять канал, вот мы сейчас макияжами решили заняться, ну, пока у нас, медленно идет, но идет, Роу, я уже сняла тоже макияж. Где малочка на этих лестницах? Да, запрещенные лестницы. Вот, и, было бы круто, если было бы больше активности на канале, потому что там 30 с чем-то тысяч подписчиков, а активности практически нет, то есть просмотры, ты в окне. Вот, так что, ну, как бы, если больше там подтянутся на макияж, и прочее, может быть, я продолжу делать эти отчеты, но это, видите, просто, не получается распределять время на все, приходится делать то, что актуально, ну, раз отчеты не актуальны, ну, вот покажу вам вот эту фотку, которую я уже всех достала, но это как бы моя самая любимая фотка. Мне нравится, потому что она какая-то такая искренняя, и очень в типаже пикси, и прям, и костюм этот любимый мой, он так аккуратно сшит и сделан, и никто не знает, кто нахрен, какая-то пикси, что за фея, флаг. Короче, как у меня почти с шампу, так для души сделано, никто не знает. Может попробовать продвинуть с помощью других блогеров. Другие блогеры берут за рекламу огромные бабки, очень большие. Если блогер раскрученный, он может запросить 1200 за рекламу, то есть у нас денег таких совершенно нет, мы еле как накопили на фотик, потому что мы остались без хорошего фотика, так что, ребят, пока что все тухло, пока только своими силами, вот. Да. Ну, видите, у нас просто на ютубе в основном иностранная аудитория, а они, естественно, не понимают ничего, о чем мы говорим, хотя мы писали сабы к отчету с Палермо. Ой, это было очень тяжело. Или подожди, ли ты там не дописала? Первую часть я только взяла, мне не хватило только на одну часть. Ну, вот, да, мы каким-то делали сабы, и все равно активности очень мало, то есть иностранцы в основном подписались из-за видеокосплея, и, видимо, они ждут видеокосплей. Которые сейчас еще делаем. Да, туториалы сейчас рейские тащат, я все никак не могу, блин, сделать эти мелкие туториалы, по сыру крик надо сделать. Вот, и, собственно, ну, не канают почему-то эти видеоотчеты, они, может, будут канать, когда у нас уже будет там совсем много подписчиков, но когда это еще будет, вот. Если что, это не винил, это трикотаж, такой единственный в своем роде, который вы купили в Питере и больше не будет. Да, у меня как раз на рог, красно-черный. Да, вот эта фотка тоже, единственный кадр. Я вообще, когда мы уже вот в эту аквазону пошли, я уже практически не могла открыть глаза, потому что у меня, ну, поэтому у меня в основном закрытыми глазами фотки. Потому что кое-кто плескал нам прям в лицо. Да нет, даже не из-за этого, просто у меня, когда попало уже на макияж, мне уже тяжело было открыть. Вот, и я прям тоже, вот эта фотка такая клевая получилась, так с одного дубля. Не, по-моему, там еще, может быть, был один дубль, но он совсем другой. Случайные кадры у меня прям еще тащат, особенно с Роу почему-то. Кулл-стори по этому фотосету. Мы, значит, пошли таки на водный фотосет впервые собрались. Специально. Специально. Мы знали, куда мы идем. И не взяли с собой ни полотенца, ни фея. Ни сменную одежду. Да, ни сменную одежду. Ладно, Хидеки, а, нет, подожди, мы взяли сменную одежду, но мы полотенца не взяли. Я потом в что-то переоделась. Ну, белье я не взяла. А промокли мы насквозь. Да, возможно, я тоже. Ну да, это, конечно, был топчик. Очень жаль, что такие качественные косплееры, как вы, получают меньше отдачи от аудитории, чем какая-нибудь Геева или Финк. Я вам скажу, почему так происходит. Я все это прекрасно понимаю, потому что у Финк аудитория дрочеры, в первую очередь, ну, тут как бы она намеренно, я думаю, этим занялась. Юля Кугеева тоже, в принципе, намеренно делать более детский контент. Кавайный. Нет, дело в том, что она делает просто. То есть, ну, вы видели, может, ее туториалы, там, как сшить костюм, она просто закалывает на манекене и просто сшивает. Как бы какой-нибудь профессиональный швеяб, наверное, орала бы с этих видосов. То есть, у нее все по-быстрому и лишь бы образ. Ну, я думаю, многие орут, но она это, мне кажется, намеренно делает, она знает, как бы... Она делает быстро. Вот это я думаю, что она делает быстро и много. Она постоянно постит, очень регулярный контент постит, и за счет этого к ней идут, к ней подписываются. Вот у нее, она, по-моему, сильно раскрутилась на Gravity Falls. Юля, привет, если ты вдруг посмотришь этот стрим, если что, как бы, мы все нормально, мы все понимаем. Вот. За счет вот этих образов Gravity Falls, по-моему, у нее хорошо поднялись, просмотры. То есть, у нее тоже... Она вообще... Видеокосплей такой быстрый тоже был. Вот. А мы заморачиваемся на качестве, понимаете? И вот эта творческая, делающая, думающая аудитория, она в меньшинстве. Такие себе. Единственное, по-моему, что мы можем делать, это за счет каких-то скандалов что-то обсуждать и раздувать. Потому что, вот, серьезно, ни к эра контенту не лежит душа. Хотя, да, я хочу какие-то там полуоголенные фотосеты сделать, но они не будут вот такие вот прям... Ну, кто знает, какие они там будут, но постоянно такой контент точно делать и буду. И тяп-ляп, я тоже ничего не хочу делать. Вот. И видео там монтировать тяп-ляп не хочется, понимаете? То есть из-за этого у нас в Доре маленькая. Может быть, мы могли бы делать то, что мы делаем, как мы делаем, но если бы мы делали это чаще, это бы... Перевлекло больше удовольствия. Да. Но это, понимаете, надо как бросить всю работу, все, на чем там как-то себе жизнь обеспечиваем. А мы кушать хотим еще. Да. То есть, если бы нас кто-то посодержал два года, может, мы бы и раскрутили канал и делали бы постоянно эти видосы. Но за счет того, что много времени уходит на зарабатывание денег, то есть это просто жеза, понимаете? Мы не можем... У нас нет возможности выделить больше времени на канал. Мы как бы пытаемся всячески, но... У нас плюс еще сейчас патреон есть, на который очень тоже много времени и сил уходит. Да, и никогда не знаешь, как бы что, когда выстрелит. Вот у нас, допустим, на видео покемонов там за 20 лямов просмотров, но оно не монетизировано, потому что там, соответственно, музыка, авторское право. То есть, ну, YouTube нас не кормит, это точно. Я, честно говоря, вот последний... Я сейчас очень хочу делать костюмы, вот последний по Леди Горе я сделала, но мне пришлось, знаете, бросить все. Я элементарно даже в сети редко очень отвечала, потому что я занималась сугубо костюмом в течение месяца, я больше ничего не делала, потому что... Ну, я постила на патреон и делала костюм, соответственно, создаешь контент, сегодня его же постишь на патреон, и я больше ничего не делала. То есть, если заметили, как снизилась там моя в инсте активность, и я сейчас снова хочу взяться за костюм, меня вот почему-то в этом году прет на костюмы, наверное, потому что в прошлом не было дело. Но я не могу, у меня куча дел, которые мне вот надо... которые я забросила, и мне сейчас надо доделать. Даже тот же мейк, который я сняла, нужно монтаж делать, это минимум неделя. Просто... Рэй, на самом деле, очень круто с видео работает. Вот у нас сделала на патреон сейчас туториал по созданию... Ну, не туториал, а как процесс создания Леди Горы, и как бы озвучила клёво. Но, блин... Но на английском, мне вообще интересно. Да, но на английском. Но это ещё круче, на самом деле. Вот. Очень, да, жаль, что... Ну вот, ну не смогли мы, ну не смогли. Я признаю, мы не смогли как бы выстрелить. Какие-то образы, да, выстреливают. У меня там по типу Мэвис, Капитана Мелия. Хотя, опять же, с Мэвис выстрелила фотка коллаж с фестика, и в основном он разлетелся. У меня от этого подписчиков довольно много прибавилось в Инстаграме. Вот. Какой-то у нас не о фотосетах уже стрим. Но этому народу интересно послушать. Вот. А в остальном, как в NotWid, наград, допустим, пробилась, то, что игры косплеят. Они все вот... Эти люди, которые пробились, они молодцы, потому что они за правильное... Вот в правильном направлении пошли для себя. А мы, как бы, ну, вот у нас что-то свое. Вот не знаю, как бы. Ну, не получается выстрелить. Слишком у нас разное все. А народ же любит он, знаете, подписываться на те же каналы, там, допустим, обзоры сериалов, да. Не дай бог, этот блогер выпустит какое-то нестандартное видео, там, с рэпчиком или что-нибудь там другое будет обозревать. Все, все сразу начнут вонять, что такое неформат, мы не на это подписывались. А у нас солянка. То есть мы прекрасно понимаем, что мы делаем, почему мы не можем как бы выстрелить. Вот. Поэтому макияж же сейчас попробовать в этом плане интересно и может быть востребовано, если у нас получится. Стрим, оправдание, рендер, почему они не популярны. Нет, это не оправдание, это по факту. То есть мы не дурочки, мы понимаем, почему все так происходит. И как мы могли бы быстро раскрутиться, понимать, но вот мешают какие-то принципы, интересы. Мы люди вдохновения, если нас не прет, то будет очень тяжело делать и ничего из этого хорошего не будет. Ну, я вообще как-то очень полюбила макияж. То есть он у меня начал получаться, я его полюбила. Но как получаться, я все время вижу какие-то недостатки, но как, опять же, я могла бы тоже развить его лучше, но это надо постоянно этим заниматься. Ну, это, короче, отдельный, отдельный тема. Юля раскрутилась бесконечного лета, она сама говорила, ну, окей, я не в курсе. Не, просто я видела, что у нее пограли дефос, хорошие просмотры, вот, так, поэтому очень горит, что люди жопу рвут на этих костюмах, заморачиваются над каждой деталью, какая-то тянка, заказала костюм с Алика, провела фонсервис и пенсет, потом говорит, что старалась. Ну, смотрите, те, которые заморачиваются в костюме, они все прекрасно понимают, что они это делают для себя, а не для того, чтобы раскрутиться, потому что все прекрасно понимают, что нужно делать, чтобы раскрутиться. Эй, я делаю это ради внимания, ради лайкосиков. Нет, конечно, ты, блин, там страдаешь месяц, конечно, ты хочешь хотя бы какую-то ответную реакцию получить, что ты в никуда это сделал, это очень важно, это очень поддерживает и помогает. Вот я вчера, позавчера сделала как бы мейк, я понимаю, что я абсолютно не похожа на персонажа, просто потому, что у нее голова шире гораздо, чем у меня, она у меня узкая, вытянутая, но народу как бы нравится мейк, нравится, да, делай, и я как бы мозгом понимаю, что как бы нет, но так сразу, блин, народ нравится, может все-таки не такой отстойный. Кстати, сейчас вот, почему за макияж мы взялись, потому что это реально сейчас стало востребованным, вы, замечали, что есть такие аккаунты, где девчонки просто делают закосы на разных персонажей, они могут вообще без костюма, парик вообще примерно, примерно сделан. Не пришел быть все костюм. Не, не пришел быть просто паричок, там все простенько, но типа макияж вот персонажей, рядом еще картинку из персонажа встать, вот это тоже сейчас востребовано, и некоторые вообще раскручивают аккаунты только так, тем более сейчас вот всякие бренды сотрудничают вот с этими инстаблогерами и просто блогерами по косметике, все такое, ну вот как у меня с Никсом свезло, скажем так, заметили, вот. Я только очень думала, гадность, блин, какой клевый у нее костюм по Хелли, как она вообще умудрилась так быстро, почти сразу. Она пришопила? Пришопила костюм, да, я тоже поняла, я увидела потом. Щитка. What a... Wait a minute. Что-то не слишком идеально, да, вот бой прокомментирует, слишком идеально. Ну, это как бы, знаете, пришопить костюм, это тоже надо постараться, потому что я такая, блин, может, ты так же сделаешь? Такая, не, нахрен, это запариться еще надо пришопить, может, тебе, конечно, кто-то, или она сама-то вообще молодец, потому что надо уметь работать хорошо с шопом, чтобы так качественно пришопить еще. Возможно, делать костюмы и фоткаться в них должны разные люди, тогда время будет у косплеера, иммунитизации, видео, и заработок, и швей от заказа. Не, вы знаете, я вообще рассматриваю вариант, чтобы заказывать некоторые костюмы, вот, но, допустим, опять же, швей, которые меня интересуют, они берут нормальные деньги, такие нехилые, и, в принципе, это оправданно, я ценю, как бы, труд, вот, и сейчас я как бы думаю о том, что, а будет ли это мне окупаемо сейчас, вот, потому что, смотрите, на патреон у нас подписаны в основном люди, ну, часть, которые просто нас хотят поддержать, а часть именно на туториалы, если кто-то мне сошьет костюм, естественно, я не смогу сделать туториал по этому костюму, то есть, мне нужно... теряешь контент, да, то есть, я теряю контент и деньги, соответственно, то есть, кого-то, да, привлекают новые образы, а кого-то, нет, я иногда думаю, а что если заказать просто какой-нибудь простенький костюм, и... смотреть, что будет? Нет, просто, чтобы быстро, как бы, не очень дорого, и... чтобы был еще какой-то образ, да, дополнительный, потом сижу и думаю, а нафига я буду заказывать простенький костюм, когда, если я задам себе цель, я могу сама за неделю этот простенький костюм сшить, то есть, получается так, что... Но простенький костюм это последняя тема. Нету пока резона заказывать костюмы. Я тут простенький костюм полтора месяца делаю. Ну, как бы, да, ну, в общем, вот пока такие мысли. Ладно, расскажи про фотосет с Гамбитом. А, фотосет с Гамбитом, Гамбитушка, Гамбитулечка. Это мы ездили на Сибирио-Нотокусайтон, он был тогда в Барнауле. Я поехала в Цивильный Рок, ну, такой собирательный образ, только куртку надела от этой красной, красно-черной. Вот, и там, на удивление, приехал Гамбит, и я такая, все, пошли фоткаться, но мы там сделали буквально пару фоточек, но, в общем, это получилось круто. Насчет швея могла бы бесплатно давать для нее эта раскрутка. Ребят, вы представляете, сколько сил надо потратить, чтобы сшить костюм? И, ну, если это какой-то суперизвестный косплеер, который по-любому принесет тебе новых клиентов, которые, если они тебе нужны, тогда, может быть, имеет смысл бесплатно сшить какой-то простенький костюм. Но вообще, это, блин, я сама сейчас тут на заказ. Кто пришопил костюм Локис Гаднес, это блогерша, она... Мейкапы, косплей, да? Ну, она, да, она иногда косплей, у нее, по-моему, по джинсу есть целый косплей. Она делает, ей делают, точнее, костюм по Хелли, она это писала, но на тех фотках, которые идеальны, там пришоплена. Она в Никсе Вардс этих в прошлом году участвовала. Ну, короче, она в основном, вот мейкапы тоже делают прикольные. Локис Гаднес, не знаю, на правах рекламы, пожалуйста, можете посмотреть этот аккаунт. В общем, я туда сшила простенький костюм Джесс Мит, который занял у меня не так-то, блин, мало времени вообще-то. Конечно, есть швеи, которые просто невероятно быстро шьют и просто... Короче, мы сейчас обсуждаем, как раскрутить Рудер, давайте продолжим по фотосетам, потому что я говорю... Ты сказала про Габита? Да. Ты уже забыла? Я рассказала. Потому что я уверена, что это может растянуться на две и на три части, так что давайте. Кстати, давай засечу время, чтобы мы слишком долго тоже у нас... Сколько у нас уже идет эфир? Кто-нибудь знает? Ну, мы где-то в половину начали, так-то час, наверное, только. А, час. Окей, еще час, наверное, мы просидим. Я думаю, раз как бы зашла вроде более-менее эта тема, я думаю, вторую часть мы точно сделаем, потому что фоток еще уйма! Уйма! Тоже средство фоток. А, ну это да, Белль... У меня, кстати, я сделала видео специально для гифки, мы сняли, как я это, ну как она в мультике, там, Мадам Гастон, и надо это склепать. Это чисто вот для гифки я делала. У нас много чего надо склепать, сделать, смонтировать, выложить. Кстати, дефиле по Белль, я считаю, одним из своих самых идеальных, хотя и там кто-то прикопался, что я что-то как-то кружусь там, не очень. Вот, мне прям нравится, я его так отрепала, хорошо. Так, опять эти... Зелёные человечки! Зелёные человечки! Да, ну чё, они поначально нормально. Так, ну у нас фотки вот в разное время выкладываются, через год какая-нибудь, может, не по порядку по этому идёт. Да. О, еще вот. И это может продолжаться. Кстати, отдал фотки-то? Нет, нет, Блин, давайте уже, простите. Так, 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 когда пропустила Белль в деревню. я чё-то тут... Ну, в общем, этот фотосет делался в Румынии, как этот назывался? Я не вспомню, сейчас это тоже какой-то средневековый. Там еще я и Ахан на том же месте фоткалась за год. Калаш где-то, по-моему, не правильно. Калаш у меня, но я его не найду, он у него... Он выше где-то был. В инстаграме он. А, он тут есть, но я не помню, в каком альбоме. Он где-то далеко, высоко был, где-то больше не найдем. Он, по-моему, был, в общем... Короче, вот на этом же месте стояла Я и Ахан за год до вот этого события. Это я потом от организаторов узнала, потом Я и Ахан на своем кривом английском это рассказывала. А, ну я же ее отмечала еще на фото. Ну, в общем, это была такая деревушка там за городом, какой-то там замок, крепость какая-то, не помню, как называется. Может, тут подписано? Там такие охрененные видищи были, а я без костюмов была. Да, Рэй, что-то без костюмов была. Ты знаешь, кто-то не доделала Эльзу. Эльза, ты не доделанная. Ты ее все еще не доделала. Что ты еще? не написано. Не написано. Я искала место, что нужно. Ну, короче, вот, там еще фоткали Рэйку параллельно, пуговка там фоткала. А там, по-моему, они каждый год возили. Как у нас легендарь уже там был. Вот. Ну, что я могу сказать, вот за пару метров от меня фоткалась Рэйка на этой фотке. Что могу сказать, клевая деревушка, прям для Бэль идеально подошла. Тут, в принципе, все достаточно легко проходило. Мы там всего пару часов, по-моему, фоткались. А вот этот фотосет был хардкорный, по-моему, за год до этого, да? Да. Это мы, короче, пошли снимать видео, частично, частично фото. Там была какая-то деревушка, это уже у нас за городом. И, значит, река, и нам нужно, значит, было на обратную сторону реки. Мост? Где мост? А он в конце дороги. Мы пошли, чипарили до конца дороги, и... Не, к мосту мы там подъехали, а вот потом обратно мы перлись. Нам, потому что вы вот выходили, пошли, пошли, типа, на полянку, а вот на полянку чипарить через... Там был мост с одной стороны и с другой. А, и мы через весь лес ползали. Блин, я хотела сделать видеоотчет по этому... А там еще недавно в этом лесу пожар был, там все было погоревшее, такой сажа. Мне, честно говоря, спрашивают, это как-то, я не знаю, морально, готова ли я делать эти видеоотчеты, потому что там было довольно смешно. Вот. Короче говоря, нам пришлось через лес до хрена прочей парить на эту полянку, где меня обкусали комары. У меня просто прилип в губе комар и укусил меня, вы прикиньте? Он прилип, он думал, потому что ты его убиваешь. Он прилип. А там стел. Мы снимаем видео, у меня на губе комар. Вот. Докладно мы успели видео снять без этого комара, потому что... Ну, на видео-то его не убрать. Вот. И, короче, меня укусил, а там комары жесткие. Знаете, вот эти вот дикие комары? Матерые комары, которые укусят и у тебя просто все раздуется. Вообще, у меня такая силиконовая губа еще шире, ну, эти толщи губы наборются. У меня вообще вот такая губа была, потом портрет какой-то... А, мы его не обработали как раз. Вот. И один комар меня укусил в веко. То есть, у меня раздулась века и губа. И это было вот... Хорошо, что это было уже видно только под конец фотосета. Я, правда, проревела два часа после того, как посмотрела фотки, потому что... потому что мне ничего не понравилось, но, как бы, так сейчас вроде думаю, нормально. Нормально! Вот когда какие-то страдания такие, и тебе еще фотки не нравятся, боже, это такое душевное, душераздирающее просто событие. Ты реально просто лежишь в ножах. Зачем все? Ради чего? Почему я все еще здесь? Кстати, вот на этой фотке у меня в руках палетка... палетка теней, вот, но мы ее сделали коричневатой, чтобы это было похоже на книгу. Такие дела. Еще там какие-то кошечки, по-моему, егают. там было много кошек. Клево было. Там были охренецкие виды просто, потому что это тоже как на горе. Они даже с Урала приедут в другую страну, все равно на гору лезут. Горные. Горные Все те же фотки. Вот эту фотку делать было очень неудобно. Надо было повторить позу с арта и, короче, но мы ее сделали очень быстро, на удивление, она получилась очень хорошо. Там даже дым нормально лег. Вот эти вот нарисованные комиксные позы это просто... Там просто вот извратиться надо. Так. Объективирующие злопу позы. Так, 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 так. С Меллией что-то было. А, Меллия там она ниже, это какая-то потом она через год, по-моему, была обработана. А у нас тут аскарей. О, вот, открой эту фотку с Рэй. Вот, вот, выше, выше, выше. Вот с подарками вот это с пингвином подарком. Пингвинович! Короче, рассказываю фишку. У нее и у другой фотки номер был последний одинаковый, про который я думала. Я думала про одну фотку, А Кефир про эту фотку думал. И мы таки обсуждаем, и я ему что-то говорю, и он мне потом кидает, ну, подожди, подожди, я там такая думаю, что-то не то. Это не та фотка вообще была. В итоге из этой серии есть другая фотка, которая лучше гораздо. за мной. Я такая думаю, ну и че, у меня будет две одинаковые фотки теперь и забила, короче. Слушай, а у нас так было с Хоро, и ведь мы оставили две фотки. И с Жасмин у меня было, но это он уже накосячил, а я ему конкретный номер связала. А так у меня там тоже он накосячил, я отложила несколько фоток, и он стал обрабатывать не ту, которую я сказала, и, в результате у меня, вот где я там вот так стою, у меня одна вертикальная, другая горизонтальная, они очень похожи столько одинаковые, но у меня там ракурс Убитсана другой гораздо лучше был, но я уже думаю, что делать, но я уже полностью обработала. А с этой, ну вот, это как бы... Под вас шить хорошо, спасибо вам, не до понимания. Шейте, шейте, а на здоровье. Но вообще этот фотосет, на удивление, был с таким одним из самых прикольных, спокойных и гладких, ну вот, с Рей Аской в студии. После сравнения с теми, что были до этого, это вообще... Только учитывая, что мы там фоткались часов в семь, на восьмой час нам надо было ещё снять видео, которое у нас есть вот новогодний, как типа мы застряли в студии, мы за час сняли целый сюжет. Это вообще быстро, очень, да. Вот. Мы переодевались, как вы видите, я переодевала аж целых три костюма. Это, кстати, один из редких случаев, когда мы на фотосете переодеваем костюмы. Хотя у меня с Лидией. Ну, мы там на всю ночь сняли, так что у нас было время. Нашенький. Ой, не, подожди, что там? Вот эта фотка тоже очень давно и хотела, очень рада, что ты делала. У тебя рот не вписывается в лицо. Самый мой любимый коммент на эту фотку. Я бы вдул, но на оригинал не похожа. Читаем комменты. Вот что народу нужно. Губы не вписываются в общую картину, а в целом большой прогресс в образе за многие годы. Ты так старательно меняла три парика. Да. Я еще буду я отлучусь, у тебя там девица еще раз сказать о вас, сколько я еще. А я не знаю, что еще рассказать про них. Да там все нормально было, да? Нормально. Нечего рассказывать. Скажи, как я из одного костюма в полу костюмы переоделась развратница развратница Аска переоделась в процессе переодевания такая, а сфоткай меня так, меня так норм. И получился еще один короче костюм. Вот. Пингвин. Ой, есть же супер фотки. Мы же специально для этого сета ой, суперстори. Специально для этого фотосета мы шили вот этого пингвина. Вот этого вот пингвина. Мать его. Мы, короче, думали, да ладно, что там сошьем за день. В итоге на третьи сутки мы понимаем, что нет, а мы, я записалась еще по телефону в эту студию, мы понимаем, что нет, нифига мы не успеем доделать этого пингвина. В итоге перенесли еще на неделю. Через неделю по-моему, Риок заболела. И мы собирались, но она говорит, нет, типа мне тяжело, плохо, давай не будем, давай перенесем. Пришлось переносить еще раз, а на меня уже там наехали короче администраторы студии, потому что я им звонила, причем я звонила несколько раз, и они не брали трубку. А потом она мне такая звонит, я говорю, девушка, я вам звонила, вы не отвечали ни по одному номеру, и короче, нам надо отменить фотосет. и она такая, мы же тут администраторов приглашаем специально для этого, что вы не могли смс-ку отправить? Я такая, блин, ну отлично, как бы, ну, я откуда знаю какой-то стационарный, у вас телефон нет? когда договариваешься о фотосете официально, как бы не очень, когда пытаешься снять фотосет. Короче, потом пришлось Виталю звонить в эту студию, третий раз, вот, а про этого в пингвина у нас куча кулс-то, не рассказала, потому что как развратный то это костюм, называется, сняла половину первого, первого костюма, а, вверх, переодела половину второго и такая, оп, третий костюм. Короче, пингвин адский. Как мы его в последнюю неделю решили срить, и поэтому принесли фотосет. А до этого у нас фотосеты с этими, у нас еще два фотосета с нуляской, на одном и том же месте мы фоткались в сентябре, в один год и потом в другой, потому что вот эта фотка, сейчас покажу, где она, мать вашу, сейчас. Открывай, если бы. Сейчас. Сейчас, 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 сейчас. Нет, не то сделала. Ой, 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 что происходит? Да, вот здесь открывай. Так, вот эта фотка за год до этого ровно в то же время, когда уже были холода, тоже была сделана на этом месте, но она сейчас посмотрит. Читай, бейки. О, спасибо. Спасибо. Павел, как всегда, это нас выручает. Спасибо большое, большое, большое. Вот, значит, и мы эту фотку, ради этой фотки, можно сказать, снова туда поехали и перефоткали. у меня тоже там нифига фотки не получились. Короче, ну, самое прикол, то, что мы дотянули снова до холодов, а ведь костюмы были уже готовы, ладно, первый раз костюмы там впритык шили. И вот, вот эта фотка тоже, это был первый фотосет. Какой отвратительный у меня макия. Да, я тоже себе тут не нравлюсь. Вот. Ну, короче, это было тоже уже в холода, и там уже, по-моему, было 0 градусов или сколько? Да, что-то там. Или плюс 4. Первый раз вообще минус 5 было, так что... То есть, вам кажется, что это солнечно милое фото, но мы там дрожали, просто как не знаю кто, у меня даже есть какие-то видосики, блин, я не знаю, можно, конечно, где-то как-то показывать видосики, но это долго там все искать. На этом фотосете первым родилась фраза, что мы хотели повзрослеть, но вместо этого провели фотосессию. А, да-да-да, прям, если это видео... Эх, вот видео, что тут они делаем, там, которые на цитаты можно разбирать. Story of life. А, вот, да, вот это тоже в холодрыгу было сделано, мы дрожали, мы там... Тут все реально, тут вот эти вот все разлетающие серпантин-цветочки, ой, эти сердечки реальные, мы там дули все это. взяли. Да, мы хотели повзрослеть, но провели фотосессию. Ну, короче, очень много у нас было этих фоток в костюме. Вот эта фотка должна была быть смешной, но получилось, как всегда. Фотка для дрочеров. Сейчас развратят. Да, я хотела, потому что, типа, вот без пяти двенадцать, у меня куча будильников звенит, а я дыхну. Это какой, по счету, твой костюм Харли? А, для того, для того, для того, четвертый. А, этот фотосет, тоже адский. Фотка для дрочеров. Я на этом фотосете стригла, достригала себе хвостики Харли. Да, ты как раз этим занималась, когда я делала вот эту фотку. Да. Мы еще Гриша надом красили, но я как раз делала эту фотку, и Кефир такой, все, я сделал хорошую фотку, можно идти домой. Шпаклевать под нас тоже. мы рады, что мы вам делали полку. Приятно. Я тут тоже сейчас глаза поврезаю. Тоже прикольная фотка, мне нравится. Кстати, у меня в это время болела нога, я не могла ее вытянуть. Кстати, тогда мы на этом фотосете взяли ноутбук, чтобы сразу нанеснуть фотки. Это было чертовски удобно. А еще на этом фотосете упал что-то там по вспышкой, что-то там а местная вспышка сломалась. мы ломали и пришлось отдать деньги. Кстати, помните, я на прошлом стриме говорила, что есть постыдная кулстория, вот она, короче, с этого фотосета, но я ее, короче, вам не расскажу. В этот раз цена повышается за три косаря, расскажу. Были в кулсторе про это? За три косаря раза. Да нет, тут особо не очень рассказывать. Не, не будем. Ну, ладно. Так, Гришаны всякие. У меня тоже очень мало фотосета фотосета. Это они там отвлеклись. Тут, кстати, на половину фона он не влез, пришлось дошопливать. В общем, Гришан слишком широкий. Нормально стоит. Люди в мелких, там очень мелкая стыда. Так. А что тут еще интересно? Лям, внутри фотосета фотосета. Ну, четыре, если считать, поздно Марии Ивановны. Ну, так надо напирать жестче. У меня куча эти фотосеты не обработаны. Покажи поздно Марии Ивановны. Давай, где он выше, вот он. Поздно Марии Ивановны. А, Марии Ивановны, Марии Ивановны. Это у нас состояние поздно Марии Ивановны. Да. Почему-то я ее так назвала, и вот. Ну, потому что я была на Марии Ивановну похожа в очках, и вот с этой шишкой. Была такой зонаевее. Челябе, то есть, что я была. Да, пыталась челябе сделать. что у нас тут дальше? А, ну, вот этот вот открывал. А, о. Этот фотосет тоже у меня дома, господи, мы к нему готовились годами, по-моему. Годами. Гефир рисовал этот фон в фотошопе, и мы его развесили на фоне, еще склеил эти колеса. Мне вот он ничего такого не готовил. Как-то заморочились. Кстати, у нас фон этот остался, давай мы еще пофоткаемся, висит он мне. Что за это? Говно вопрос. Лицей портится, короче. Я еще делала специальный цветок годами этот... Иннокентий. Иннокентий и Иннокентий делала. Иннокентий? Да. У нас всякие Иннокентий. Вот. И в принципе неплохой фотосет получился, но тоже отзыва как бы мало на него было достаточно... Это всегда так, когда там весь запыжишься, но как-то мало фидбэка. Ну, мне кажется, еще потому, что как бы тут очень много деталей и все сливается, то есть мне в итоге это не очень понравилось. Ну, вот этот фотосет реально, он, знаете, такой супертворческий и как бы... Ну, прикиньте, фон нарисовали сами и еще вот эти шестеренки сделали. Я не знаю, как бы, что кефир так заморочил. У меня такое чувство, что многие не знают даже про то, что это сам нарисован. Так, многие удивляются, когда узнают, что мы это дома фоткали. У нас же фотка была, подожди, с этой, бэкстейджной, да. Ой, это сейчас не на ДС, это на... Не-не-не-не, она в бэкстейджах, по-моему. Подожди, а может быть и в этой... Не-не, в этой точно нет. Точно нет? В ДС точно нет, она в бэкстейджах. Значит, бэкстейдж. Сейчас я покажу, вы что? Ничего-то вы не знаете, Джон и Сноу. Так-то так, забавный альбом, где он у нас тут. Давно, мы с этой, это, я помню, что не это. И есть какой-то норм под нас. Есть? Ну, есть это... Прошедший 8 марта, спасибо. Я, кстати, знаю, как назвать мои эфиры в инстаграме. Мукбанк. Это когда, типа, жрёшь на видео. Сейчас такие видео... И ещё и название этого есть. Так вообще, есть сейчас видео, где я жру, вот это я, это... Короче, ладно, не важно. В общем, вот. Так. Это фестивальная у нас. Да, да, закулисная фестивальная, она тут должна быть. Подожди... Мы точно постили это фото? Значит, может, здесь где-то? Может, мы просто на стене постили? Что-то так-то странно, честно говоря. А, кстати, Виталь... А, Виталь здесь. У эфира на ДА она была, по-моему. По-моему. А, слушай, можно? Ну, ты хрень найдёшь сейчас. Да почему можно найти? Чё подлец? Чё подлец? Подлец. Сейчас. Вообще-то, на него тут выйти очень быстро, на самом деле. Да, он где-то её постил, но где? Вот, вот. Почему мы это не запостили? Вот оно. Мы постели на стене, видимо. Виталь не сидит. То есть, вот это, на ширик сфоткана, да? Да. Вот. А, на фишай. Вот мы так фон повесили на стену. Это у меня ещё не доклеенные обои. Это у неё ещё, да, это они ещё ремонт не сделали, и, короче, всё было под фотосеты пущено. Вот эти гигантские шестерёнки, и, в общем, вот так вот всё это происходило. Слушай, а мы разве не, мы постили фотку, где мы все там сидим бандой, мы точно... Нет, подожди. Или это мы с трупа невесты? А, это с трупа невесты. Ну, ладно. Ну, в общем, вот так вот всё и было. А, Виталий. Ой, Виталий у нас, знаете, иногда, ну, какая-то жертва для первых фоток, типа, потренироваться. У нас там есть особенно сводного фотосета. Вот у нас такая русалочка с голыми сосцами. А, я как-то раз сам себе снимала в косморе дома в полном доспехе. Ой, ну, это вообще сам себя. Так, продолжим, продолжим. Ещё, наверное, полчаса у нас есть. Это есть Rogue Mystic мы фоткали. Ночью переходим. Там есть cool story, как мы под мост пошли и нам дядька пьяный пристал. Бесит. Ну, это так, неприятная просто история. Вот. До этого, то есть, мы днём сперва фоткались. 8 марта прошла чем спасибо. Сперва мы фоткались днём. Кто-то нас там, мы что-то там какие-то караотические мера делали. Ну, это фоткало с ногой. И кто-то там нас ещё фоткал, по-моему. Вот. А ещё к нам подошёл чувак, который с нами познакомился. Я потом каким-то... А, он днём на дневном фотосете проезжал мимо, с нами познакомился, просто поболтали, а потом мы совсем в другом месте в городе фоткались уже ночью, и он снова проезжал мимо. А потом мы с ним в контакте нашлись. Это было странно. гора. Ой, гора. Блин, вот с этого я тоже хотела видео. Чё за... Было очень ветрено. Мы на эту гору ползли там... Минус сорок мы взбираемся. Да, в другом. Капец. Короче, это Карабаш. И, в общем, было, да, очень ветрено. И когда я прыгала, меня там почти сдувало. Не так давно это было одно из самых загрязнённых мест в мире вообще. Там есть... Верендер знает, куда залезть. Да, там есть завод по переработке вели, да? И, короче, эта гора была покрыта лесом и окружающей тоже. А потом, вот, ну, в течение лет работы этого завода всё вымерло. Там ничего не растёт. И мы пошли туда фоткаться. Ну, сейчас там уже получше, по-моему. Там вот с правой стороны там заканчивается. Дымится как раз. Я, по-моему, там что-то мне надо было губы, да, накрасить. Я ещё сидела, орала, как мне холодно, в какую-то ямку залезла и докрашивала губы. А Кефир всё время хотел фоткать фаны. Да, он горный такой чувак и... на горы всё хотел заводить. Что-то ещё. Мне, кстати, приснилось, что он пришёл и сказал, я снова хочу вас фоткать. Фоткать, что? Вот эта фотка мне тоже такая нравится, экшеновская тоже. Фотки, которые мне нравятся, никто не комментирует, а которые... У тебя нормальные вкусы у них дурные. Да, 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 конечно. Так и есть. У вас дурной вкус. А, вот эту фотку как раз сделали под мостом. Это пробано с этими огнями. Там, короче, все помощники и Рэй, все, короче, бегали с телефонами, включенными, типа, на этой, на... как это? Не вытяжки? Или как? На выдержке. На выдержке. Выдержке. На выдержке. Самое популярное фото было с этого сета. Это как всегда спинами друг к другу. Подожди, я не договорила. Там, короче, надо было стоять, вообще не двигаться, потому что если шевелёнка минимальная в темноте, фотка будет мыльная. И, короче, я не двигалась несколько секунд, они бегали с этими телефонами и на выдержке, короче, получились вот эти огни. Клей, моя. Но больше мы чё-то не фоткали ничего с такими эффектами. Забыли. Забыли. Которую все обсирают. Да. Какахи. Я даже сейчас уже так не подниму, наверное, ногу. Ох, я вообще ничего уже не подниму. Красиво. А, вот это случайный кадр. Случайный кадр у меня вообще топ. Ого. Минутка моей славы. Э, не пали контору. Так. Чё у нас тут? Лиса? Да, тоже. Я говорю, мы очень много, очень долго фоткали в пещерах. Я-то ехала туда ради вот этого дерева с корнями. И там, в результате, одна фотка. Вот, да, и там одна фотка, потому что посадили все вспышки, когда делали фотки в пещере. Надо с... А я... А я... Нет, я не хотела в этой странной пещере фоткаться. Я хотела делать шапки в таблине. Слушай, а у тебя же уже были бабочки, почему ты снова их взял? У тебя одна была. Одна была, ты чё? Одна была. О, на мосту фотка вообще топ. Да, это топчик фотка. Случайная тоже. Да? Мы таки проходили мимо, о, давай тут фоткать. Давай, чё. Ну, это не случайно. Случайно ты когда случайно сфоткала? Ну, в смысле случайно. Поймала, как? Сделанная. Спонтанная. Да, спонтанная. Сделанная. Алиса из Ады выходит. Это у нас Олень и Ручьи запаление. Сильвестра-то покажи. Мы её черепок назвали Сильвестра. Фонта павший. Потому что у нас есть легенда о Сильвестре Сталлоне. Когда мы в Мексике были, там, короче, были такие, как это, в музее, черепки, они все были с одной эмоцией. Это черепки были или что-то такое? Да, что ли. Вот. Они просто одинаковые. И мы назвали это эмоции Сильвестра Сталлоне. То есть, ну, у Сильвестра Сталлоне, знаете, проблема с лицом. А я не знала, кстати, что у него парализованное лицо. Я тогда тоже не знала. Я тогда тоже не знала. Мне потом было стыдно. Ну, в общем, да, что он как бы и улыбается, злится, у него примерно похожие эмоции, ну, одинаковые черепки. Вот это вот радость, вот это вот грусть. Короче, эмоции Сильвестра Сталлоне. Она потом этот черепок назвала Сильвестра. Так, а эта фотка была сделана в Дании, в каком-то музее. Ой, с этой Дани и Амелии это был кошмар, потому что накануне, за день до этого мы ездили в Уфу и выступали. Я была с температурой, сопливая, мы приехали, помню, Кай с утра, ну, Кире в Уфу, у нас сценка, все такое, я просто вот привлекла и говорю, дайте мне несколько минут просто полежать, а мне еще там уши надо было первые докрасить, а потом их заменила. Вот, ну, в общем, я день буквально полечилась дома и потом снова надо было лететь. И вроде мне уже стало лучше, но в тот день, короче, не получилось сфоткаться в одном музее, даже, блин, фоткаться в бахилах этих. Я бегала в платочке. А, нет, это было после. Это было после. За Рейки мы не смогли там попасть. Да, короче, до нас фоткалась Рейка и там что-то они шумели, ее помощники, и выгнали, да, и нам не дали пофоткаться в клевом музее. Вот. Блин, у нас вот стойный музей. Вот в этом. Да, и самое ужасное, что на улице был ветер и, ну, как бы, знаете, как осень, как осень, да, и я без какой-то еще одежды, мне там Рей дала платок только на шее, но, короче, меня все жутко, жутко продуло, и все фестивальные дни, я там три дня, короче, ходила вся простывшая, и после этого полетели мы когда-то домой, у меня вообще там какое-то кровоизлияние было в ухе, что-то я потом очень долго лечилась, у меня последствия были плохие, там, с моими любыми простываниями более сложно протекали, в общем. Почему ты, мы еще, кстати, не взяли нифига никаких лекарств? Да, когда мне реально купить тебе, их не продадут просто. Что-то мы купили, там, что-то я пила, но это уже не помогало, потому что я дико продула, и каждый день надо было куда-то ходить, и, в общем, это было ужасно. Больные вообще, вот простывшие, лучше не летайте на самолете, потому что, если у вас, ну, или брызгайте в нос, потому что это все отдает в ухо, и это очень тяжело. Вот, а потом-то мы, ну, мы это рассказывали, конечно, про музей-то, в который мы пытались попасть, вот эта водка. Мы, короче, да, за нами там бегало два охранника, а я, в общем, там все, по-моему, а я, короче, у меня, значит, там этот нос, а, или нос я уже в туалете дорисовывала, что-то такое, или уши ли я надела в туалете, в общем, да, я в макияже Амелии с этим платком замотан, типа, ну, типа девушка болеет, да, но там она прикрылась и вам простывшая. Да, мы там настолько были... И мы хотели, чтобы я, типа, в туалете там, я же не могу с ипалетами надеть пиджак под пальто, короче, в туалете переодеть в пиджак и где-нибудь быстренько в каком-нибудь зале сфоткаться, но за нами два охранника просто по пятам выходили, потому что они поняли, что что-то не то, и в результате мы вообще не смогли пофоткаться, до этого мы заглядывали накануне в бар, бар-библиотека. Там отели, бар у них, что-то там все есть. Да, и мы такие, о, можно будет тут пофоткаться? И, короче, мы там договорились, у нас буквально было полтора часа, по-моему, света вообще нормального не было дополнительного, все фотки очень вытягивать пришлось, вот, но это была хоть какая-то компенсация, то есть, ну, тоже прикольно подошлось. То есть, ты, получается, ну, трижды одевала костюмы, или сперва, в первый день до феста, потом до фест, потом еще после феста. Да, это было невесимо. И я была больная все эти дни. Вот, ну, короче, ладно, хотя бы получилось тут пофоткаться. Ну, в общем, мы когда вот стали ездить чаще за границу, мы прямо брали от этих поездок, пытались взять все, чтобы вот какие-то фотосеты урвать на необычных локациях. Так, это тут фестивальные фотки. Да, где там, где Эстер-то? Вот, у меня есть клевая кулстория. Да, там, по-моему, она выше, нет? Нет, это в Судане. Блин, не ошибалась. Про эту чику еще. Подождите, сейчас я вам расскажу, что вот это как раз тоже, то есть, Серега была в Амеле, я взяла с собой это платье Эстер, пофоткаться в красивом музее, притащила его, он уж тяжелая, и, короче, одевать, естественно, я его не могла сразу, одевала я его потом, и уже придя туда, где надо фоткаться, я поняла, что я не села шнуровку для корсета. Ну, этот, сутаж. И, короче, в итоге, Кемеру пришлось вытащить шнуровок с вашей красоткой. Да, да, да. У меня красиво с шнуровым шнурком. А мы же так и не сделали видеотеку, мы же его прям, блин, уже склипали весь. Короче, да, это снято даже на видеорестер, идет с синим шнурком от кефирского красотка. Зато пафосная фотка какая. Я стою вся такая красивая, а у меня сзади на спине шнурок. Да, это была чувиха. Чувиха какая-то подошла, типа, что-то она снимала для конкурса танцев. Да, типа, можно вы на фоне постоите? Это было странно. Это было очень странно. Наши клевые лутфиты. То, что мы ездили на общественном транспорте. Королева такая собралась куда-то. А как я вас торошу, потому что, блин, шла до феста пешком, такая, иду, такая с юбкой. Короче, да. А, вот это, кстати, у нас был пробный, это, по-моему, за год до этого было, или что-то? А, нет, было в начале фоткам, потому что холодно как раз было. Это у нас был пробный заход на карабаш, чтобы вообще ощутить, как, чё там. Я тогда поняла уже, что ветер, капец, в париках каких-то там длинных нельзя находиться. Но я решила, что надо в образе ползти, чтобы хоть каком-то, чтобы не просрать. Ну, пара фоток всего есть. Есть такой цивильный рок. Кстати, одна тоже из популярных фоток. я в цивиле? Чем цивильнее костюм, тем у меня популярные фотки Бэнди, Мэвис, вот это Роук. Ну, то есть, вот так вот почему-то. Я. А мне надо было в сексе косплееры, короче, пойти. У меня ничего не помогает. Хотите фотку на фоне уранового завода или могильника Яво? Где это, господи? ядерных подходов? Нет, спасибо. Ретрофотки? Это еще не ретрофотки. Это вообще не ретрофотки еще, ну, че. Мы 15 лет, а, мы 16 лет, косплей, какие это ретрофотки, за чем? У нас разные понятия ретро, конечно. Мое ретро было в 90-х. Че? Давай, рассказывай про Белли. О, Белли. Как меня принц обманул про свой рост. Короче говоря, искала я тогда принца для Белли. Видео мы снимали, да, которые я так и не могу доделать. В общем, искала парня выше себя. Вот, нашелся вот этот Андрей, вообще не косплеер. Все было странно. Вот. И, короче, он мне наврал про свой рост, что он там что-то выше 175-ти. Оказалось, что он, короче, с меня ростом. Вот. Ну, че-то там приседать, как обычно. Такой, в общем, миниатюрный принцип. В принципе, я там, как всегда, блин, у меня все приседают там с парнями рядом, еще что-нибудь оказалось меньше. А че тут рассказывать? Мы два раза снимали, потому что один раз в здании, один раз в парке. Что тут рассказывать? По-моему, я тогда первый раз гримировала парня, или труп невесты до этого был? До, конечно. А, 2013 год. Слушай, а тут особо cool story-то я не помню. Я помню, только что ты ему потом это переделала, звенечек. Да, это я сделала. А там ходил экранник, говорил, не топчите, там нет ни травы, ни черта, там просто дерево растет, и полная земля. Это такой типичный мужичок, который не топчите в моем двору. Может, там топчеры к нему приходили, или этот топчер. Не помню никаких cool story, честно, особо с этих есть cool story с фотосета, да, дюймочки. Короче, это был декабрь, по-моему, какое-то 5 декабря, и мы, как всегда, ну, я долго, как всегда, прособиралась, и мы не успели, ну, мы успели застать последний час вот этого вечернего солнца, вот, который всегда по этому поводу жестко психовал, вот, что мы, типа, поздно выехали, мы поехали на эти, на пески Мазенрата, да, где, прям, эти глыбы, большие снега, да, чтобы казаться, типа, маленькой на фоне этих глыб, вот, было очень холодно, у меня же тоже смонтирован видео, что-то я вот так и не додела, музыку не подставила, блин, сделать, что-ли, там, немного, в принципе, вот, и, что ты тут сидишь, зеваешь? Запишите, как со стрима, достаньте, слайды. Слайды? Ну, типа, знаешь, там, слайды, когда, плёночные. Что, приоткроют, у меня что-то голова крутится, на плёночные. Всё, говорю много что-то, что-то я себя как-то сегодня хреновочу стучусь. Мы нюхаем клей. А, мы нюхаем клей, да, продолжаем нюхать клей. Вот. Насморк, опять, а что там ещё? А, ну, я тут, короче, стою, на самом деле, в зимних сапогах на большущей платформе, потому что, иначе я бы утонула в снегу. Там что-то минус 20, по-моему, получилось, по-моему, всего 4 кадра. Вот это, кстати, кадр был сделан до этого в Челябинске, в октябре или в сентябре. Там ещё осень была, да. Я как раз тогда к фесту сделала. Ну, в общем, а, я ехала в парике, в машине, но тоже без юбки, потому что, ну, юбку пришлось надевать какими-то непонятными силами в этих снегах, с кринолинами, там, с подъемниками. А ехала я с этим высоченным париком и в корсете, когда, это как с осторожным, тут ещё сложнее было. Когда у тебя корсет, ты не можешь пригнуться, а в этом парике тебе надо пригнуться. То есть, вот так вот едешь, у тебя эти кости упираются в ребра, это очень больно, блин, ну, в общем, мучительно было. Нам нужна козель. Да. Кабас. Ну, такая боль, только вспоминай. Ну, косплея, это боль. А вот этот фотосет был во время феста, я так, кстати, стрессовала очень сильно накануне, и тогда я сильно схуднула. Самый мой маленький вес был, по-моему, 48,5 килограмм, так я где-то 50-52 обычно, вот, и мне ещё, ну, знаете, чёрные колботки, они как бы стройнят ещё ноги, и я вот ещё схуднула, и меня тут, конечно, супер-дрещом там называли. Но на самом деле это подходит к тому персонажу, именно по эволюшн, рог, она как раз там очень дриж, и очень бомболюс. Вот, но это как бы был такой лёгкий фотосет, потому что мы не ставили никакой свет, фоткали его буквально после феста, быстро, легко, достаточно, всё было как бы норм. Всем очень важно, сколько ты ешь, какой у тебя вес, дрижь ты или нет. А вот это, кстати, рейши в первом парике, который мне пришлось в дюймовочке, вот в этой хвостатой, стричь ей прямо на Челябинском фесте, даже постила в Инстаграм. Я, кстати, я не спала тогда вот в твое суток, что делала это платье сраное, и парик уже под конец. А вы тоже заметили, как каждая история заканчивается в фразе «У нас же есть видео, о чём?» «Так мы снимаем на каждом фотосете видео!» «Твитер!» «Ну знаете, как долго делать я это со скринью?» «Аааа...» «Я ещё раз объясняю, мы не делаем эти видеоучеты, потому что они востребованы, хотя шампунь я сделала даже с трёх...» «Мы, короче, снимаем на всякий случай!» «Подожди, подожди, на всякий случай!» «А, вот здесь я лежу на пальто, и каждый раз я жёстко съезжала. Кстати, да, с этого... «А, мы не сделали этот видеоучет!» «Но видео было, как я съезжала!» «Да есть видео на всё!» «Я его в Инстаграм выкладывала, по-моему, этот момент, когда я съезжаю и кричу «помогите!» «Какое видео вы ждёте?» «Сбель!» «А, Сбель!» «Сбель!» «Сбель!» «Это фоткали в Самаре!» «На ретро-аклассика!» «Да, это фотки парочкой в Самаре, это был красивый чумфарк!» «У вас классные видеоучеты!» «Спасибо!» «Ну, как бы я говорю, я вот про шампу сделала в прошлом году?» «Если будет свободное время, мы будем делать, а так, как бы, ну, как получится вообще». «Про Настисею нечего рассказывать, кроме того, что это первая фотка, на которой я улыбалась зубами». «Я заставляла на каждом фотосете!» «Я, кстати, тоже на первых фотосетах вообще не улыбалась, у меня тоже есть комплекс по губам, ой, по губам, по губам мне, по зубам, потому что у меня эта щёлочка, типа, вот, ну, как бы в ракурсе три четверти её не видно, и как бы, ну, её не всегда видно, даже спереди, но, короче, вот так, вот, и, короче, я первые разы начала улыбаться, пробовать на фотосете Тинкер Белл, который мой ещё древний оригинал костюм, мне тогда Кефир говорил, «Фу, нет, не делай так, нет!» «Уже такие комплексы рождают». «Нет, но я, я же упорная, я как бы пыталась, но тогда не получилось фото с улыбкой, но вот с того фотосета я стала пробовать, и потом у меня стало получаться». «Цены теплее!» «Скидки!» «Распущенные скидки!» «Это, короче, самая популярная фотка с кошкой, причём она мне не нравится, она мне никогда не нравилась, она норма, но она мне не нравится, и она всё равно самая популярная, даже на обложке Коспоэгена она есть, и если присмотреться, у меня тут коготь отпал. Он не пропустил. Блин, он... «Ты чё всем спалила?» «Вот здесь вот». «А чё не про фотошоп?» «Токсика...» «А вот давай вот, давай вот расскажи вот про эту фотку, а?» «Нет, давай не будем. Давай не будем. «Пусть задонатит пару косариков». «Да, донатти, короче, я вот её отдельно открою, и мы расскажем вам секрет этой фотки. Там вообще постыдство, постыдное просто. Я не виновата. Меня используй». Так, чё-то ещё. В Мексике, кстати, классно было, что они каждый день делали тематически под наши косплеи. Там вот по Битлджуусу, там по Тиму Бартону было. В какой-то день там эти ксмены... Ну, Хайо, смотри, я даже не знаю, что там. Хайо где? Вот, Хайо Джордж Тэк. Так ты чё? Дааа. Я забыла, что есть такой... Джордж чё-то мне недавно комментиру. Мексика, да, это самое клёвое воспоминание. Вообще фотосеты были. Дааа. Когда мы долго ездили, искали место. Смотрите, у нас даже фотосет с Бэтменом есть. Да, да. А может, это Бэтмен? Надо на ватарку поставить. Сколько фоток-то у нас было чисто с феста! Во были времена, все молодые, горячие. Кефир толст, мы горячи. Господи, я ужасно ещё покрасилась. Господи, чё за фотки? В магазине! Вот, слушайте, у меня такая же притча такая в стиле Битлз, такая вообще ретро-ривока. И такая... Карамель. Ну пипец, мы фотки выкладывали. Италия молодой! Подожди, это же первая Мексика? Нет, вторая, вторая. А, я уже была вегетарианка. Картошечка за 400 рублей. Вот чё делать. Это где вы фоткались, сфоткались, а в конце фотосета мы узнали, что чуть-чуть за 2 метра там вообще офигенные места, там кактусы всякие. Там было, короче, чуть ли не плюс 40, и это было ужасно. Это было очень горячо. Ну, кстати, вот с этого фотосета у нас выложенный видеоотчёт. О, вот надо, короче. Я всё хотела и фотосета делить. Фотосет с феста. Да, но всё не получалось. А тут, короче, это за кулисами Чебефеста, и там, короче, стояла барабанная, убранная барабанная установка от группы, которые там играют. А она пришла на фест просто так потаскаться? Да, да. А, Футик, прикрой, пожалуйста. И, короче, строили мини фотосет. И у меня есть фотки с Наной. Да, моя Харли, а мы коми так и не отфоткались. Это тоже нормально. Я бы ещё пофоткала, но я уже не та. Ты чё не та-то? Надо схуднуть для Наны. Как это нормально фотошопить? Надо схуднуть для Наны немножко. С фотошопить тебе худо будет. Чё, не влазишь в костюм, что ли? С фотошопить? Нет, я влажу, но ноги-то уже не скроешь. У неё же тощие ноги. О, смотрите, это фотка, которую делала Рёка и обрабатывала. Да, внезапно я чё-то взяла тогда у Кефира фото, когда они снимали видео, сфоткала и обработала. Это было странно. Ой, фотосет на яхтах. Ой, мне очень не нравится тут мой макияж на этом фотосете и по реке ещё ночью можно. У меня есть одна фотка. Хотя сам фотосет довольно умный. Чё там Заска дрочит и дышит тяжело? Так, мы, кстати, до какого фотосета дойдём? Мы уже довольно быстро пошли. Я бы до трупа невесты нашла. Подожди, потенчи, потенчи. Потенчи. У нас есть культстон? Это искусственные... Яблонюка отказалась. Да, искусственные яблонюка была такая история. Мы дождались, когда как раз отсветут все яблоню, у нас это классика жизни не успеваем. И в результате купили этих веток сакур и, короче, держали их. У нас там четыре человека, по-моему, по бокам их держало. Когда мы эту... Аеку и Рёку фоткали. Тихо. Чё? Они болтаются. Как? Шопят как? Нет. Задистые отключают эти... Ну, я когда... Типа, как делалось, как это... Жалко, что ты мне сфоткали со стороны. Да, ну, фотосет в Армении. В Армении, в Армении. Да, в ресторане. А чё? Кефир ненавидит эту фотку, мне так нравится. Ненавидит её. Он её не хотел обрабатывать, и когда я её послала на конкурс, он на меня наехал. Жесть какая... Чё за жизнь у нас была? Вот. Да. С этого у нас есть видеотчёт. Да, можете посмотреть. А, там звук отрубил Ютуб Сяна. Я, по-моему, не перезаливала. Кровяка. Кровяка. Какая себе это... Капала. Ну, тут особо нечего, в принципе, рассказывать. Всё довольно так норм. Так, народ пока ничего не комментирует. О, подожди, но это же суперфотка. А, ну да. Это из видео просто. Нет, это чья-то фотка была, ну, какого-то фотографа с феста. но мы видео просто снимали. А, видео, да, мы снимали. У меня Джейн не отфоткана. Слышная. Мы, кстати, тогда поможешь, видео снимали? У нас же есть какие-то кадры. Когда-нибудь я доделал этот костюм. Тогда Джейн будет спиться с ней. Минутка грусти о том, что когда-то у нас была команда. В принципе, мы и сейчас можем собрать. Да, репы наши. Что это? Небритые мужики. Классическая фотка Виталия Обыкновенного. Делая то, она стыдно мне. Да ладно, у нас есть фотка, где мы так все вместе скачем. Чё тебе стыдно? О, смотри, какая ретро. Почему она там лежит? Вот это ретро. Это Воронеж первый наш, самый. Это супер ретро. Я ещё худая и молодая. Движний. Движний. Я сама её обрабатывала. А потом, когда я через год фоткала медсестру в этом здании, там уже не было этой кучи. Приходилось в этом доме лазить. Там уже ничего не было. Креветку. Креветку, да. А вот где эти яблони нас за сторон держат. Фаер. Рассказывай про... А, ну, кстати, есть видеоотчёт. Ну чё, мы там эти факелы сами сделали. Мы тоже жгли. Жгли, да. Блин, я ещё хочу пожечь в этом месте. Хочу хоть раз пожечь. Чё-то надо вообще думать. Вот, кстати, вот про вот эту фотку. Сколько было ора, что говно, ничего не получается. То есть я уже стою там в позе, всё разложили, ничего не получается. Ну, кефир, как всегда, опять возмущается. Всё. Я говорю, ты попробуй. Ты просто пофоткай. Потом посмотрим, в результате клёвая фотка получилась. Даже две там, по-моему, ещё одна есть. Потом, когда фоткали все они фотографа из Питера. И я такая, что-то предложила, давай уже так попробуем. Давай. Без проблем вообще. Так, что так можно? Что так можно? Почему никто не орал? Почему никто не матерится? Что-то не то. Я уже как бы приготовилась сказать, ну ладно. Почему у нас тут какое-то ретро пошло? Где по трупу невесты фотки? Слушай, не знаю, а мы сегодня уже всё это отсмотрим. Что-то, да, это что-то... Слушай, а где... А, это тоже фотка дома. Короче, походу, мы сегодня все фотки отсмотрим. Не знаю. У меня труп невесты это был. После этого. Где он? Что, мы уже пропустили? Ну, кстати, о Лидии Биттл Джо скажет. Или мы перезаливали потом какие-то старые фотки. Скорее всего. О, Чезо, вот это первая фотка у Ротонды. Моя тоже и обрабатывала. С чего начиналась наша Ротонда? Мы ходили вдвоём с Виталией по хардкору. Как мы не представляем всякие выжитые. Виталий такой древний. Древнота пошла. Да, это 2006 год. Вот это вот древнота пошла. Ой, это тоже древнота. Господи, какая ужасная фотка. Ты чё? Это первый раз был, когда мы в интерьерах фоткались, мы там в какой-то этот мебельный салон напоросились. Ой, ещё Ротон. Напоросились. А, я помню, подожди, Cool Story, где мы с Галаксией это фоткались в Ротонде. Там, короче, идём такие, а там мужики с пивом стоят. Я такая мимо них прохожу, мужик такой пускай пью. Так, всё, я больше не пью. Такая Галаксия мимо прошла. А, а ещё мы в тот день в Галаксии в космос попытались пофоткаться в самом центре города около фонтанчика. И там просто мы присели и просто толпа людей вокруг скопилась и просто подсаживались люди фотки. Нам просто не дали пофоткаться. Мы говорим, мы тут фотографируемся, как бы не надо с нами фоткаться. Вообще никак не дали. Просто люди как стадо баранов пёрло и не могли остановиться. В общем, нам пришлось оттуда уйти. Они линейские. Да, короче, это фотка тоже с Феста. Фишка в том, что мы тогда ставили. Это Рэй, когда была популярна. О! Чё там пишет? Слушай. Шоколад, куда-то расстрачивается. У нас ещё неудачно. А, мы же, кстати, решили, что вроде как... Можно мой адрес. Да, мы скорее всего дадим адрес... Фишка про эту фотку в том, что я весила здесь 40 килограмм. Всё? Да. Ну, представляете, 40 килограмм вес это было? Ну, потому что мы просто настолько запарились подготовкой. 2008 год, когда мюзикл... Ой, сбоку нервов тогда было... Ой... Это мой самый отвратительно сделанный, кстати, костюм. Да, но потом её, короче, журнал, ну, эти редакторы журнала Косплей... Про Косплей. Про Косплей попросили сделать фотосет эксклюзивный для них. Мы его как раз не выкладывали. Да, это, кстати, был мой первый, по-моему, фотосет у Киффиа отдельный. И она что-то там переделала сапоги и что-то такое. Это был охрененный фотосет. Есть видеоотчёт. Такси. Короче, это крыло я доклеила за два часа до моего выхода в Тифиль. Да, я только в первый день в жюри сняла, такая, Рэй, ты там идёшь, да? Я крыло клеила. В общем, доделывание костюмов в день Феста это ужасно. Я в общем, от зуби. Вот, кстати, медсестра из Воронежа. Вот медсестра из Воронежа. Без кучи. Ты смотри, какой тут ретро пошёл. Про Феллицию будешь что-нибудь? Да, нечего про неё говорить. Там же был фотосет Долины Папородников и Феллиции. Фотосет на, блин, старой Лиди. И мне все, когда я оделась, и мне все говорили, 40, а это нормально? 40 по Феллиции. А, 40 градусов, наверное? 40 килограмм. А, а у нас просто ещё было про 40 градусов. Ну, короче, мне все говорили на этот костюм это нормально. Причём, заметьте, когда мы что-то, а, это тогда ещё новогодняя патечка была, как раз в Панде была, и тогда Рэй приехала ко мне домой, а я ещё тогда с мамой жила, и мы все такие, это нормально, это нормально, и маме такие, ну, маме такие её показывают, и говорят, нормально. Да, это было смешно. Поэтому, кстати, фотосеты есть видеотчёт, но, по-моему, не на нашем канале, но моём. Я тут тоже была в костюме Красной Королевы. Я тут тоже была. В костюме Красной Королевы и из, ну, по Алисе, одна фотка есть. Одна, да, одна фотка. Где, да, там с отрубленной головой. Ну, просто было дико холодно, и мне-то норм, я-то в шубе, а вот ей было не норм. Было не норм. Так, где труп невесты-то, а? Это перезаливало я реально, потому что тогда, помнишь, раньше меня это было? Это вот, кстати, мой этот фотосет Тинкербелл, оригинальный, я раньше такие, более оригинал делала образы, и вот тогда я пыталась улыбаться, но улучшительные фотки про этот фотосет. Пипец. Нас, короче, тогда грабанули. Мы же тут, где еще этот космос, фотосель, или космос, мы, короче говоря, поставили у космоса кинотеатра машину, и ушли в другое место. Но мы, как бы, после этого вообще с собой все носим. Короче, нашу машину вскрыли в этот момент, украли ноут, телефоны, зачем-то украли прокладки. Я это хорошо запомнила, я не знаю, зачем они это сделали. Но тогда попался в шоу-кейс эта фотка. В общем, это было печально. Да. Баброзы. Баброзы. Ой, Орликин. Я не... Ну тут просто фотки. И что, тут похоже на спектру, что ли? Да ладно. Спектру? Ну то, что ты сказала. Баброзы. По фотосету Баброзы особо нечего рассказывать, кроме того, что мне не дали фотки. Для меня это был такой фотосет прямо профессионалити там в студии там с этими тряпочками. Прямо... Я всегда вот рейз обидываю после фотосета. Да. Только Кефир мне не дал фотки и выбрал сам и обрабатывал их. Причем он мне их кинул потом паком все, которые работал. Назову потом это видео рассказа о ненависти Кефиру. И я такая жду от него, когда он мне кинет фотки посмотреть их. А он мне потом обработанный пак кидает. И такая, что произошло? Подожди. Он так давно еще фоток обдавалит. Ну это да, но там далеко не все фотки, которые мне нравятся. Это было, это жестко было. А это у Варима Лук я фоткалась. Это очень странная фотка. Ты тут такая худая, юбка такая худая еще. Маленькая там. Потому что было давно до переделывания этого костюма. Подожди, вот это надо на обложку поставить этого стрима. Вон смотри, от Кристо. Вот это, кстати, фотка через много лет он нам работал после этого. Ой, этот фотосет это что-то. Мы, значит, тогда еще Фелицию как раз фоткали. Это называется карьер старая линза. Там были такие вот гигантские пилы. Что название для господа? Вот. Мы пробирались, я в таком голеньком костюме пробирались по лесам, там, в общем, пешком долго пришлось щепарить. Вот, но там клевые всякие виды, там водопадик был где-то там, подожди, я где-то фоткалась на фоне водопада или ты там фоткалась? Старчик говорит, что донат не проходит. Как не проходит? я встала в водопад, промочила ноги. Старчик, что, а у нас сразу, не, подожди, ну присылали же. А ты на куда? На PayPal? Или на... Да, наверное, на это. Не, по-моему, Старчик у него что-то не то, он тогда на PayPal как-то раз, по-моему, присылал, я не помню. Давайте я вам расскажу вот историю, которую никогда не рассказывала никому. Короче, вот эта вот фотка делалась по скрину, и мы тогда очень жёстко посрались с кефиром, он довёл меня до слёз, знаете, из-за чего? Потому что, короче, я говорю, я буду смотреть в камеру, а он говорит, нет, на этом скрине она смотрит немножко вбок. Я говорю, я хочу смотреть в камеру, то есть мы тогда делали чётко по картинкам, и он говорит, нет, она смотрит вбок. Я, короче, там разоралась, разревелась, потом успокаивалась, и, короче, она стояла на своём, чтобы я смотрела в камеру. Кстати, хотела бы я Кристу всё-таки перешить, переснять, потому что, блин, у меня тут даже наклонных ресниц нет. Ну, блин, персонаж прикольный, вообще обожаю тут мультик Долина Папоротников. Честу пишет, а может стоит выбирать фоточки и на вкус фотографа? Ну, в смысле, когда не выбираешься? Мы искали, не, мы искали компромиссы, да, просто, понимаете, он выбирал фотки, где хороший фон и, как бы, свет в целом, но мы там можем получиться очень плохо. Или хотя бы не в типажной, допустим. Да, то есть, понимаете, надо искать компромисс, но некоторые фотки, вот прямо, ну, мы вообще там страшные, ну, нет, не канай. Ну, в общем, ну, мы вот сейчас, как бы, Машка нам нормально, спокойно делает всё, что мы выбираем, и, как бы, мы мнение тоже спрашиваем, там, вот. Старче, приходил же какой-то донат, это не от тебя был? Ну, ты что, Донешнл Элерт вернули мои деньги. А, в смысле, опять съел, кстати, у нас было один раз так тоже с кем-то. Это что-то, по-моему, Донешнл Элерт шали. Сволочь. Ну, блин. Сволочь. Не знаю, что тут делать. Вот тут, кстати, я приседала, потому что Кэджи Фокс был ниже меня. Тоже, кстати, у меня часто так принцы мои, там, и эти партнёры вообще не косплееры, я там умушила майку, укладывала парик. Хоть бы с одним парнем косплеером фоткалась. Ну, я с ростом фоткалась. Кстати, да, это всё было до, это перезалитые фотки. Да, это перезалитые фотки. Мы вам старьё сперва расскажем, а потом вернёмся к теме. Я просто буду... Хотя про труд невесты я, конечно, уже много где расскажу. Кстати, вот эта фотка у меня самая популярная, а она делалась на фесте. А ещё я вам могу рассказать то, что... Ну, вы заметили, да, что это юбки очень такие голые, ляхи? Вы можете подумать, что я там без труселей. Нет, я просто надевала стринги и вот так вот их вытягивала. Будни косплееров. Да. Ой, королевишные. Это, кстати, вот эти фотки две сделаны дома. На диване. Это уже самый популярный. Как я сейчас тебе сказала? О, нихрена, у вас диванчик модный подвезли. Да, родители привезли диван, и я пофоткалась. Тоже был, наверное, тяжело. Старая Жасмин, которая популярнее, чем... Старая Жасмин. Новая Жасмин. Это в Воронеже у фонтанов вот классно, отвратительным париком. Но, видимо... Самое ужасное на фотосете, когда доводят до слёз? Нет, я тебе скажу, что самое ужасное. Когда тебя доводят до слёз, а у тебя на лице оранжевый грин. Ещё был один фотосет, но дальше он будет, и я там тоже расскажу. Это мы в первый раз, по-моему, ездили на пески, фоткали. Жасмин и... Джипси. Джипси, да. Блин, я тогда супчик и дерябнула, и у меня такое пузо было. А я была ещё... Пришлось втягивать. И это, по-моему, какой? 2009 год? В идеале, отбирать сначала фотографу, чтобы 20-30, а потом косплеер из них десяток. А мы наоборот делали. Мы отбирали фотки с несколькими вариантами, и потом кидали. Мы так и делаем до сих пор. Чтоб фотограф, типа, утвердил. Потому что, как раз-таки, надо отобрать те, которые с лицом нормально, потому что, если лицо отстой, то там уже никакой свет не поможет, композиция. Вот ещё вот фотка. Фипси. Я не помню, что там было. Честно говоря, я не помню этот фотосет был. Мы катались на ковре самолёта. А, там были парники. Парники-то мелкие, они там, ну, что там, что там? Он что-то говорит, что вы, говорит, не купаетесь. Какой-то лужин, знаете, говна какого-то, извините. А он что, говорит, не купаетесь. Говорю, блин, они пристали. Ну, короче, дети. Фотосет с Мазонрата после этого были реально перезалиты фотки. Это моя первая. Я что-то хотела рассказать вам про это. У тебя тоже, наверное. А, ну, это моя первая фотка, которая попала у меня тоже в шоукейсы на Косплейком. Помните сайт Косплейком? Может кто-то помнит? Там эти в шоукейсы добавляли какие-то фотки, типа круто там попадаешь на эту витрину. Я тогда, знаете, я тогда так потратилась, я до этого никогда не тратилась. Это парча, короче, стоила. А, догадаюсь, что помню. 450 рублей за метр стало. Мне надо было купить разные. Я что-то, скрипя сердце, потратила эти деньги. На три косаря, да, Костюм что-то вышел. Да, что-то там. У нас до этого там максимум выходил там на тысячу, там полторы космом. Ну, это дремяющие времена, там какой год, господи, не помню. Блин, 10 лет назад. На кровати воронеже. На кровати воронеже. А, как мы отфоткались-то в квартире. В квартире, это сайт на улице. Секси. Секси. Ну, это, всякие тоже товарищи, которые приставали, спрашивали. Можно ли вспышку вам подержать? Сколько стоит вспышку подержать? Я еще помню, это было очень странно. А, это возле Гринвича, Нана, это тоже я уже просто в бреду доклеивала эти бусинки, стразинки. Бусинки, бусинки, стразинки, новое. Ну, подожди, давай по порядку. Про Коко тогда расскажи. А, ну вот про Коко, тогда тоже что-то, я не помню, из-за чего мы даже посрались. Потому что кое-кто не выспался, вся правда. Ему говорили еще, ты поспи обязательно, да, да. Ну, короче говоря, он тоже тогда меня довел до слез, и это, самое ужасное, что на мне был Грин, и мне пришлось там перегримироваться. Да, это печалитивно. А что тут, что-то как-то? Да, все странно. Блин, вот эти фотки, даже крупных нет, не сохранялось, вообще мелкие только. Блин, у меня тут усы приклеены настоящие, ну, не настоящие, а из лески, на стразинках идти. Нет, мне нельзя было улыбаться, чтобы сфоткаться. Потом на мюзику пришлось оторвать. Эволонка суперчибик. Ой, я что-то помню, после того, как мы с этим мюзиклами гастролели, мы прям такие суперзвезды по Уралу были, там, о, Русские ровные. Сейчас вообще нас все забыли, по-моему. Так, поколение сменилось. Типа того. Ну, ты ламп. Приномки у тебя фоток с кеста. Так да, вообще, может, я же тогда убежала, что, по-моему, сражка с жюри-то была. Ой-ой. Что-то тут Белоснежка. Белоснежку, да, фотка, вот это, пуздов еще. Первые, другие потом. Что-то мы уже два часа рассказываем, до трупа невесты так они дошли. Ариэль, вот про Ариэль есть... Ну, знаешь что, давай расскажи там пока про... Я хочу отойти. Отойти. Я отлучусь, а ты расскажи про трупный невест. Подожди, это же его найти еще надо. Может, откроешься, Тим Бартоновский, альбомный, да. Сейчас буду его искать. О! О, что-то там, что-то за нулит. Я все еще жду Абонентский ящик и шоколадчик. Виталий, привет. Просто старчо, мы тебе кинем адрес. Мы его куда-нибудь забываем. Привет, старчо. Подожди, не отвлекайте меня, я очень, очень усиленно думаю, где этот альбом. Вот же он там, Лидинский. Короче, это тоже один из самых попсовых моих фотосетов. О, фотосетали. Да. Это Виталя. Это Виктор Виталя. Виталя Виктор. То есть, ну, самых таких моих, знаете, популярных. Когда я спрятала руку за спину и взяли мы руку от скелета Гоши из нашего биологического кабинета в школе. Так что, это рука Гоши. Она, кстати, длиннее моей довольно значительно. Ну, ладно, тут не видно. И с Крэпса сделала Рёку, но там было, опять же, просто пипецки холодно, потому что это было начало апреля. Ещё лежал снег, и я специально поехала, потому что хотела со снегом пофоткаться. Там были, там был везде снег, и в итоге ни на одной фотке нигде нету этого сраного снега. Ещё мы сколотили специально для этого гроб. Виталий сделал мне гроб из фанерки, мы тащили его, короче, из машины по лесу, и если, наверное, кто-то увидел, как я, причём я тащила этот гроб с одной стороны, и Виталия с другой. У нас же есть видеочёт. Есть, да, мы его тоже замьютили, по-моему, на ютубчике. Ты потом его перезаливала в контач. А, может быть. Да, точно, в группе у нас есть белая стрекоза любви. Стрекоза любви, стрекоза любви, у меня по тебе текут сына. Подгримироваться и там где-то шопить, потому что было нереально. И я нихрена не видела. Там же ещё была темнота, а мы попёрлись в лес таки и не взяли с собой фонарей. Виталия обновит Donation Alert. А чё такое? Так пришло же. Так пришло, да. Два раза пришло. А, это старый, наверное, мой опромет. Пришло же два раза. Я же фоткалась в этом гробу. Ни одной фотки с этим гробом так и нет. Была обработана, но недообработанная. И она прикольная, блин. Вот здесь фоткались и Рёка мне подкидывала эту юбку и я здесь стою и я просто уже не чувствовала. Там ещё такая речка тепла, она могла грохнуться запросто. И я не чувствовала реально. Здесь я уже нихрена не видела. Кстати, там же мы фоткали дюймовочку, там же летучую мышь. Я на ощупь передвигалась уже. А чем мы освещали там полу фонарями от сотиков чего-то. По-разному? Нет, там фонарики были... Запись стрима скорее всего, что будет. Кстати, может быть сейчас я посмотрю сколько там осталось, может мы как раз остальное и на вторую часть оставим. Это Виталя. Это как кефир тут задрачивался, рисовал эти веточки. Зачем? Виталя, смотри, как он тебя любил. Потом мы ещё фоткались в студии, чтобы сделать фотки с гробом, которые не получились. Мы тащили в эту студию гроб. А я ей, кстати, скрепса подарила. Я, короче, накануне фотосета первого что-то думаю «А сделаю-ка я скрепса!» И, короче, давай там, без вылаза, два дня его бояла и, короче, принесла. А я до этого лепила четыре версии этого червяка. У тебя даже была где-то фотка, сон, три, по-моему. У неё видео зафона. Три, да. А, так это есть в видеоотчёте? Да, это всё в видеоотчёте. Ребят, всё в видеоотчёте. В общем, вот, Лидия. Я уже, кстати, не помню, что там было в автосете. Подожди, я хочу сейчас посмотреть, сколько осталось, может, на этом закончить, потому что надо посмотреть, вот, про Ариэль, мне кажется, надо оставить всё остальное. Тут вон ещё Камель. Да я уж устала говорить. Так я тоже. Давай оставим, тут ещё очень много. Мы не сможем это всё за один раз сделать. Не, всё, давайте, короче, следующий. По фоткам всё? Начнём с Лидии в следующий раз. Потому что ну, мы реально уже два часа просто подряд вам рассказываем. Рендер ручи сериаловый. Каждая штучка, это каждая вселенная, где Рендер рассказывает. Что? Там, знаешь, вдаль коридор входящий. Я подумала, что это мультивселенная. В каждом есть Рендер. Ну, о чём это, женщина? Где-нибудь встретятся все. Что? Я давно не смотрела Рик и Морти. Я недавно посмотрела третий сезон. Это жесть. Посмотри, каждую серию по два раза тогда смотрела. Потому что с первого раза не всё видишь. Мне как-то раз попался водитель, о, кулстори, водитель вопник попался. Короче, ехала я, значит, в костюме Харли Квинн с котом и, короче, не подъехал к подъезду, остановился, короче, у забора и пришлось как бы чапарить по зиме того, ну, как бы я ехала типа работать, вот, и, короче, прикопался, водила, какой-то точный ангопяра был, прикопался, начал там тоже задавать, я ненавижу, когда задают вопросы, что, типа, у вас праздник какой-то, ещё что-то такое, я как бы ничего не отвечаю, кот там что-то пытается спокойно ответить, я не помню, что же там было, он, короче, он прикопался и начал что-то угорать, а, я ему претензию предъявила, говорю, почему бы не подъехали к подъезду, он говорит, типа, чё, я обязан, что ли, там, баба Влад что-то начал говорить, я говорю, ну, вообще-то да, я говорю, а если бы больного человека мы везли бы в больницу, как бы, вы обязаны, мы попросили к подъезду машину, он, короче, едет, знаете, вот такие вот люди, вот, как раз какие-то отсталые, не знаю, гоповатые, и всю дорогу там перед разом, к подъезду, я должен был к подъезду, и чё-то там начинает, короче, ржать, играть, я такая, ему говорю, хватит ржать, типа, это всё серьёзно, как баба Влад, что-то объясняю, он, короче, начал, там, вообще, с оскорблениями, чё он там говорил мне, не помнишь? Он, короче, чё-то, чё-то прям начал на меня наезжать, чё-то там, такая-сякая, там, а, он ещё чё-то про член свой сказал, чё-то про хуй было, да, я помню. Что-то там, что? Поясни за голосом, голос и есть, а если найду, чехопоны, а не нет. Ей так идёт, сейчас таким голосом, он так говорит. Короче, ну, чё-то, да, про свой, извините меня, член, то, что там, да он там, вообще, я тебя там, чё-то на случай, чё-то такое, ну, прикиньте, да, как бы, водитель, которому, типа, платят, всё такое. Нет, это вообще бред. Короче, капец, типа, ну, испортил настроение, а мне как бы с людьми работать, вот. Ну, короче, я потом гневный отзыв оставила, потом коту перезванивали, спрашивали, чего кого, ну, короче, походу, мы добились того, чтобы этому чуваку влетело по полной. Да, его уволили, либо его уволили, либо это, вот, ну, ну, я, написала, что нет, всё, мы больше не будем пользоваться вашим такси, типа того, всё время пользовались, но, ну, извините, мы там приносим извинения, там письмо отдельно пришло, вот, позвонили, вставили, там, всё такое, ну, короче, блин, бесит эти любя. Это просто мерзко, ещё портить такое настроение перед работой, как бы. Мне вообще не нравится чаще всего, вот, как реагируют водители, я помню, как-то была женщина водителей, мы ехали, я ехала в Хамоне фоткаться, и там, она такая, такого у меня ещё не было, у меня первая. Кто-то там фоткает, типа, из-под тяжка, типа, Вадима прямо. Кстати, я заметила, я не знаю, то ли у них это, ну, как-то мне везло, то, что Яндекс.Такси, никто со мной не разговаривал, ни разу, в костюме, я не в костюме, как-то одна ехала, на, тоже в костюме на Яндекс.Такси, и все молчат, то есть, как-то мне понравилось. Прислушала водителей, я как-то ехала в Дринейке, в такси, так, таксист, меня пытался сфоткать, спешка говорят, детям покажу. Но меня вот тоже на селфи, я помню, кто-то фоткал, это вообще-то... Он, знаете, причем, так, знаете, без эмоционального, не спрашивай, ничего. Это супер, без тактности, просто мерзко, блин, почему люди считают, что это норм? Это ж люди. Ну, им просто не отливать, так что. Ты что, таксист, что-то, знаешь, необычное увидел? Хотя, думаю, они и так за день могут кучу всего увидеть необычного, но не настолько. Интегропует. Мне понравилось, что когда я в черном Линде Лит ехала до студии, девушка-водитель даже брови не повела, вот это профессиональный вид. Он такой, да много вас тут таких. Да, представляю, мой взгляд это... Я тот еще социофобушек. Воробушек, да. Это вообще, да, это... А я вот этих гопников не люблю, я, я, как бы, я достаточно конфликтный человек, вот я и не очень люблю вот эти все ругань, меня может трясти начать просто, я наоборот, как бы, блин, вот когда вот их ржут еще эти гопники, я прям могу сказать, заткнись, вот, так что... Это может опасно. Да, это опасно. Поэтому я стараюсь вообще ничего не говорить, но вот как бы иногда просто вывешиваю. Не, просто, блин, ну, то, что вот не подъехал к подъезду, когда вот реально сразу, как бы, то есть мы позвонили, заказали такси, попросили подъехать к подъезду. А вдруг чувак очень долго не мог уволиться, и там, если сам увольняешься, да, там у тебя какие-нибудь штрафы, а если тебя уволили, то тебе наоборот приплатят. Интеллигент на самом деле, он такой, придется нахамить. О, отличный экземпляр, чтобы нахамить. Да. В ответ фотка. О, это, ты кого-то делаешь? это же Аллу. Чик. Я детям вас покажу, а чё бы и нет. Так вот, да, блюют же в такси всякое, блин, ничего только не было. Наверное, нет. Да. Косплей такси, мы не задаем вопрос, мы фотографируем вас, мы просто довозим вас до феста, прямо до порога, от порога до порога. Знаете, ради чего я играла в ГТА? Чтобы там поработать таксистом. Я вам серьезно говорю, мне так нравилось это. Правда, у меня не получалось, у меня либо не получалось вовремя доехать, довести человека, либо слишком быстро, и там пришлось все сшибать, и они побегали, блевали, и с ужасом орали. Отличный интегра, косплей такси. Нас ничем не удивишь. Это просто слоган. Это кто-нибудь в Воронеже, вот где я каждый год косплееры, надо им точно такое таксивник же есть. Это косплей отель. Отель-косплей так называется, гостиница точнее. И им надо такси-косплей, да, и у них слоган будет, что нас ничем не удивишь. Вот, кстати, всякие, знаете, такие в возрасте женщины, они как-то очень позитивно относятся, нас все время очень хвалят, особенно, девочки, у вас такие фигуры, а вот такая, а я просто подошла поближе вас рассмотреть. Вот как-то с женщинами нормально, но вот чуваки, как бы, бывают очень противные некоторые. Я недавно думала на эту тему, почему они такие бесчувственные. Я не знаю, и вот, кстати говоря, даже если сфоткаться, подходит как-то, женщины более всегда там улыбаются, что такое, а мужики могут таки, о, там, свою руку положить, никогда не было, чтобы женщины так себя видели. Я пришла к выводу, что вот в детстве, особенно в школах, пацанам нельзя проявлять слабость, иначе их начнут лошить, то есть они должны вечно скрывать свои чувства, эмоции, и, ну, знаешь, друг с другом там, перед друг другом там красоваться, рисоваться. Меня всегда это, кстати, бесило, а девушке в этом плане, девочки, то есть им разрешено эмоции свои, выражать свои чувства, они более искренние, то есть и более, как-то, наверное, чувствуют чужую боль, а, типа, парни... Чужую боль. Да, парни учатся быть, типа, крутыми такими, надменными, я не знаю, не показывать слабину, потому что они же мужчины, и мне кажется, это очень тяжело, вот, когда тебе приходится скрывать, грубо говоря, себя настоящего, и я в школе, вот это меня очень, как бы, с одной стороны раздражало в парнях, с другой, и, как бы, жалко. Меня, знаешь, раздражало, что в школе в парнях, у нас, как бы, парни, в принципе, нормальные были, ну, знаешь, всегда был один какой-то лидер, и когда вот эти вот более подсёрыши начинают ему подсирать, они себя ведут тоже как говнюки, а когда ты с ними... Вот вы замечали, да, даже, может, в каких-то коллективах, когда ты отдельно с человеком разговариваешь, он вообще нормальный пацан там, или девушка, и можешь нормально по душам с ним поговорить, а когда он вот с этим вот каким-то лидером или в толпе вот этой, да, он начинает обваться, я всё пропустила, всё-всё-всё-всё. Какая психология. Да. А чё там про то, что он торопится на фестерёк или плетётся, это про что? Про таксиста. Да? Там чё-то было такое смешное. Здесь про среднюю группу таксистов идёт стрим. Какие упорты космон... Да, кстати, надо таксистам тоже сообщество создать. Давай как-нибудь вот стрим чисто психологии посвятим. Стрим психологам. Домашняя психология. Диванная психология на самом деле стрим. Да, точно. По ТРНД. И давай комменты какие-нибудь обсуждать и решать, какие проблемы у человека привели к этому комменту. Видите, мы уже на сколько стримов вперёд всё придумали. Да. Тот нас любит! Сердечек. Любим, любим, любим. РНР. Психо, 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 психо. Страшно. Хотите нам диагнозы поставить? Ой, у меня такой, наверное, пак диагноза. Сегодня была. У меня кукла зависимость. Была сегодня у специалиста, но вроде пока ничего попробовала. У какого? Да у невролога я была. Нервная, поэтому пошла к неврологу. Нерволог. Нерволог, да. В общем, всем большое спасибо. Всех любим. Всем вкусных чаепитий. Мы живы, мы делаем чё-то. Мы натворим. Мы натворим. Ага!